Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис и в этом видео я хотел бы сделать то, чего я не делал давно и мне нужно было бы сделать это одним из первых своих видео. Да, в этом видео я начну играть, так скажем, с нуля и не то чтобы развивать, чтобы не было вопросов вконтакте, в скайпе и где угодно о том, а ты будешь дальше играть или нет. Нет, я сделаю абсолютный гайд для новичка с самого-самого нуля. Вот, грубо говоря, с того момента, как вы скачали игру, зарегистрировались и зашли, то есть на выборе сервера вы остановились. И я сделаю сейчас то же самое. Смотрите, я выберу сервер, на котором я еще не играл и аккаунта у меня нет. То есть есть Европа, есть Global, есть Азия. По дефолту, то есть вначале, когда вы только открываете эту игру, вам автоматом предлагают регистрацию на Европу. Играть на Европе, либо на Global, либо на Азии, либо на вот этих двух других, трех других серверах, это лично ваша прихоть, где хотите, там и играйте. Скажу так, на данный момент больше всего русскоязычных людей, то есть, я думаю, вы русскоязычный, если вы меня смотрите, то больше всего людей, наверное, на Европе. Да, так как Европа это один из последних серверов, буквально вот когда я начал, и месяцев, наверное, 8-9 назад, Европы еще даже не было как такового сервера. То есть его ввели чуть позже, все играли, большинство людей играло на Global, ну, либо на Азии. Да, то есть с Global предлагали из других серверов перейти на Европу, там получить какие-то плюшки, поэтому сейчас дефолтная регистрация идет на Европу. И если так вкратце сказать, очень много новичков на Европе. Ну, и старенькие, конечно же, людей тоже немало перешло. И так как я играл уже и на Европе, и на Азии, точнее, у меня есть аккаунты, там 2-й, 3-й левел, это уже будет не так интересно. Давайте перейдем на, ну, не знаю, на рандомчики, выберем один из этих серверов. Я перевода уж, простите, не знаю, но давайте начнем. Так как русский язык есть на любом сервере, я думаю, проблем не будет у вас. Но советую вам начинать либо на Global, либо на Европе, либо на Азии, да, то есть один из этих трех серверов выбрать. И сейчас с самого нуля мы, так скажем, ощутим Азии этой игры. Где скачать эту игру, как играть на компьютере, ссылки я оставлю внизу в описании под видео. Все эти ссылки будут, там будет видео, в котором я выбрал на тот момент 4 самых популярных способа игры на этом компьютере. То есть какой вам подойдет более-менее, то есть какой вам понравится больше, вы можете на нем играть. Единственное, что советую сначала, установить эту игру на компьютере, ой, не на компьютере, на планшете, на телефоне. То есть на вашем девайсе зарегистрировать аккаунт, а только потом уже пытаться через компьютер играть. И опять же, через компьютер вы играете на свой страх и риск. То есть я играю уже месяца 8 или 9 через такую программу. Вот вы видите в левом углу, вверху, Nox называется, Nox App App Player. Вот, дословно такая вот, мне нравится, то есть это более стабильный клиент, он повторяет, это эмулятор андроида для вашего компьютера. Грубо говоря, на компьютере вы будете играть как с телефона, то есть я не знаю просто как еще, доступнее объяснить. Итак, давайте создадим ник, ну не знаю, давайте такой что ли. Да, думаю он еще не забит, если его вообще можно будет создать. Да, вот вы видите, у вас идет демонстрация вашего острова, он в начале маленький, его потом можно будет расширить. И сейчас вам предложит игра, как и вот эту вот девочку, которую зовут Айрин. Кстати, вы к ней почаще обращаетесь, то есть она всегда уведомит вас о каких-то там акциях, то что вот грядет, скоро будет, то что было, либо чего вам не хватает по заданиям. То есть на вот этот вот подарочек над ее головой чаще нажимайте, и вы больше будете знать об этой игре. Итак, начнем, я постараюсь последовательно, не судите строго, если где-то там что-то забыл. То есть вы можете читать, можете проклацать, тут это ваше дело, так как я это прочитал уже раз так, ну наверное 300, я, ну не буду, да, оставлю это для вас. То есть вы видите, поговорили они с этим другом. Это ваш фонтан маны, он вам добывает за какое-то определенное количество, какое-то количество маны. И здесь почему-то дал 200, не знаю, я начинал, всегда давало 2000, хотя может уже дало 2000, потом еще 200, но это уже фигня. Да, это ваш алтарь, через который вы будете лагерь заклинать, или короче алтарь, кто его по-разному называет. Здесь вы будете открывать свитки. Свитки для чего нужны с них, в основном вы будете получать монстров. Есть свитки разного типажа, есть неизвестный свиток, в игре его называют попросту газета, да, русскоязычные люди. То есть это самый такой, ну бесполезный свиток, а из него можете получить от 1 до 3 звезд. Как бы в негласной информации админов, здесь шанс приблизительно такой, то есть он не 100%, но такой. 89% шанса того, что вы получите, а нет, даже не 89, по-моему 79%, там я точно опять же не знаю, того, что вы получите монстра однозвездочного. Процентов сколько там, 15 или 10, точно вот опять же не знаю, вы получите 2 звездочного монстра. Ну и весь остальной процент, который остался, он распределяется на 3 звездочного монстра. Самые большие звезды, которых здесь можно достичь, это 6 звезд, но получить со свитков не больше, чем 5 звезд. Если вы получили изначально 5 звездочного монстра, и он без розовых звезд, розовые звезды будут означать то, что монстр улучшен, эвейкнут, переведен, то есть это вы в игре поймете, я покажу эту кнопочку, вы поймете, к чему я дальше веду. Есть также свитки таинственные, они на английской версии называются Mystic. Ну, советую вам играть через русскую версию. Да, здесь немножко кривоватый перевод, но для начала, чтобы понять игру, я советую начать все-таки на русском клиенте. Вам будет это более доступно и понятно. Вот, таинственный свиток, в чем разница, да, его получить достаточно тяжеловатенько, где-то там по акции. Иногда он падает в подземелье Кайры, с которым мы позже перейдем, где еще там, ну, за всякие задания будет выпадать. И в башне, в башне, то Tower of, как-то там что-то такое называется, вот, то русские люди называют его просто башня. Также есть социальный вызов, сердечки. Как получить эти сердечки? Нужно добавлять в игру друзей. Друзей я покажу, как добавлять. Есть два способа, я пользовался лишь одним. Вторым пользуйтесь там, я не знаю, уже, там, как вы захотите, да, пользоваться, не пользоваться. Во-первых, для него нужен фейсбук, не у каждого есть, но у кого есть, вы сможете там получить какие-то дополнительные плюшки. Итак, игра, видите, ведет вначале вас за ручку, то есть, все, что она вам предлагает, делайте, и вы хоть вкратце, но поймете. Вот, вы можете прочитать, неизвестный свиток, бла-бла-бла. То есть, этого монстра, который я получу, вначале получают все, то есть, это такой вот обучающий монстр. Да, это Цербер, это Цербер, то есть, вот, у вас дальше идет обучение, вы можете прочитать, что он там делает и тому подобное. Вот, дальше, вы открываете за кристаллы, это вам первый такой подарок, вам дается 80 кристаллов, вот 75, вы тратите на вызов. В дальнейшем я не советую, я не советую открывать монстров за кристаллы, то есть, не открывайте по 75 кристаллов. Почему? Сейчас, когда пройдет обучалка, я вам объясню, то есть, вы тратите на это свои драгоценные кристаллы, которые зарабатываются в игре поначалу достаточно быстро, а потом чуть хуже. Но вот, когда вы станете уже 40 левелом и начнете фармить все то, что я расскажу, то там у вас в месяц, ну вот, у меня в месяц приблизительный прирост по кристаллам от 3 до 4 тысяч. Да, это не маленькие суммы, и если вы посмотрите донат, то вы понимаете, если можно было бы что-то в игре продать и передать. Кстати, да, в игре нет никаких бирж, в игре невозможно прокачаться за счет какого-то другого игрока, то есть, нет какой-то такой физической прокачки. Донат на игру вначале может как-то повлиять вам получить каких-то достойных монстров. Но, скажу так, и в целом, это информация от человека, который фигни вам не скажет, не посоветует, я в эту игру играю почти 15 месяцев, да, нет, почти 17 месяцев, вот, обманул вас чуть-чуть, почти 17 месяцев в эту игру играю, играю я с первых дней на глобале, но сервер, опять же, напоминаю, неважно, на каком вы сервере играете, рандом везде одинаков, люди, по сути дела, ну, наверное, тоже, мне кажется, везде одинаковы, поэтому, какой сервер вы выбрали, честно, на шанс вашего дропа мне повлияет. И если вы один из тех людей, которые вот, вот эти вот, я не хочу обзывать этих людей, которые кричат, ой, у меня на 30-м левеле нет первородки, может мне сделать ресет, начать заново, господи, человек, удали просто эту игру и не позорь всех тех людей, которые играют. Да, в эту игру. Первородки в этой игре поначалу, может, что-то помогают, но не решают в этой игре. Всегда будет какой-то топовый 3-4 звездочный монстр, которого достать в игре достаточно легко, будет лучше в топовых рунах, чем какая-то первородка, это изначально 5-звездочный монстр, на которых там все, извиняюсь, кое-что делают, вот, всегда будет лучше в топовых рунах, чем говно-первородка, какая-то там в каких-то рунах 3-4 звезд. Кстати, здесь тоже есть градация рун, она от 1 до 6 звезд, но к этому мы тоже чуть-чуть позже перейдем Итак, мы получаем фею, фея также идет по стандарту, вы поняли, то есть фея, цербер, они идут чисто для обучалки И в дальнейшем вы, конечно же, их будете использовать еще очень долгое время Вот, это называется сценарио, это локация, тут их много, по-моему, штук 13 Внизу вы видите башни испытаний, подземелье Кайрос, портал миров откроется, по-моему, на уровне 30 Также у вас появится мировой босс, то есть по началу игры здесь много чего будет непонятно Но если вы будете вникать, вы будете смотреть мои гайды, их также много для новичков Но от самого нуля я ничего никогда не делал, поэтому, думаю, это видео будет для многих полезно Также мы перейдем к вот этой вот кнопочке, event, ну да, пальцем, наверное, не так вот Наверное, так будет лучше показать event, то есть теперь в локации вам показываются те eventы, те акции, которые происходят прямо сейчас То есть там, где вы сможете что-то выбить Вот, переходим в лес Карен, заходим вот сюда, то есть поначалу у вас игра ведет за ручку и следуйте, советую вам следовать И вы выбираете двух монстров, смотрите, если у вас горит вот здесь вот навык лидера Желтым, оранжевым, не знаю, как у вас на андроиде будет отображаться Здесь такой вот, мне кажется, это больше оранжевый цвет Опять же, у каждого будет по-своему цвет отображаться, то есть оттенки могут быть другие То есть не судите строго, вроде бы не дальтоник, а часть Вот, то есть если у вас горит вот таким вот цветом, значит ваша лидерка работает Что дает лидерка? У некоторых монстров есть вот такое вот лидерское умение У некоторых это лидерское умение работает только на арене У кого-то работает только в данжах У кого-то работает только в войне гильдии Да, здесь есть еще такая штука, как война гильдии Когда вы достигнете уровня 30 и выше, уже можно будет себе подыскивать какую-то гильдию и воевать с гильдией, получать очки гильдии и покупать некоторые плюшки в этой гильдии. Что можно купить в этой гильдии, я также покажу. Это можно даже купить, если даже вас, не дай боже, выгнали с гильдии, либо у вас есть очки, но вы сами вышли с гильдии, вы все равно сможете помимо гильдии купить себе какие-то там плюшки, и я подскажу, какие лучше. Итак, мы начинаем бой, вот вы тратите энергию, ну я думаю, стандарт для мобильных игр, то есть энергия, какие-то печеньки, еще что-то, и вам рассказывают, это ваша тренировка. Смотрите, вот здесь я вам советую почитать, смотрите, если вы атакуете монстра под зеленой стрелочкой, я пока объясню просто на стрелочках, потом объясню по стихиям. Здесь война стихии всегда присутствует, здесь есть ветер, вода, огонь, которые друг друга с какой-то там процентным соотношением бьют. И есть еще свет тьма, но к свету тьме мы перейдем чуть попозже. Смотрите, если вы атакуете монстра с зеленой стрелочкой, вы атакуете его с неким бонусом, то есть огонь, всегда будет ветер, вот видите, да, чтобы вам не тяжело было путаться, вот где циферка 1, это уровень монстра, а цвет, который окружает, то есть в этом кружку, это стихия вашего монстра, то есть красный, это огонь, здесь все просто. Если вы огнем бьете ветер, ветер, воздух, кто-то земля называет, по-разному в игре называют, но вообще это вроде как ветер, да, ветер, воздух, мне кажется, больше ветер, не важно. В общем, как вы будете называть, то есть вы бьете с процентным соотношением 120 дамаги, 120% дамаги, то есть 100 и еще плюс 20 идет как бонусом, потому что вы, назовем так, доминируете над стихией. Плюс у вас есть такая штука, как крит в игре, и есть еще такая штука, как доминация над стихией, то есть вы можете не критануть, но и у вас урон будет такой полукрит, полусильная атака, то есть чуть-чуть сильнее, вот если взять в среднем, к примеру, обычная атака у вас ударит на 1005, крит вы сделаете, к примеру, на 1010, а если у вас пройдет вот эта вот доминация стихии, вы ударите где-то на 7-7500, вот. И так, перейдем, да, вот вы видите, вы здесь можете мышкой, пальчиком, там не знаю, чем вы будете, обязательно читайте то, что делает этот скилл, какие у него там плюшки дополнительные. Вот если вы бьете первым скиллом, вы там восстанавливаетесь на 30% от урона, вторым скиллом урон от продолжительных укусов, то есть он ударит 2 раза. Ну, давайте, к примеру, вот смотрите, здесь в игре есть еще скорость x1, x2, x3, на что это влияет? То есть на быструю, либо медленную анимацию скиллов. Для начала, я не знаю, я первую неделю, наверное, сидел на x1, то есть мне это нравилось, вот эта замедленная анимация, я еще советую вам играть поначалу со звуком. Вот сейчас я его выключил, но я уже привык, всякие там звуки, хотя вот, наверное, после этого боя мы звуки включим, и вы послушайте все эти звуки, они прикольные. На самом деле, я начал в эту игру играть отчасти из-за вот этих вот звуков, потому что те, кто смотрели в детстве маски шоу, они поймут, к чему я говорю. Вот, здесь еще есть настройки, смотрите, баф союзника, вы всегда увидите бафы вашего союзника. Кстати, даже если ваш лидер умер, все равно этот баф будет работать до конца, пока вы не закончите бой. Дальше, скорость боя, вы можете выставить сюдой, и битва боссов, но это на дальнейшее, пока авторежим, понятно, до боссов вам еще далеко. Вот, и мы выбираем, допустим, двойная атака, и атакуем вот этого монстра. Видите, мы его убили, потому что мы доминировали. Теперь ход нашей фейки. Фейки, она может что сделать? Может ударить первой атакой, вы уже сами прочитайте, что дает. Может отхилить кого-то, либо себя, либо его, но так как мы целые, нет смысла восстанавливать. Плюс она снимает все дебафы, а потом хилит, это тоже важно. Есть в игре такое понятие, как бафы и дебафы. Бафы это синие значки на ваших, либо вражеских монстров, а красные значки, они точно такие же, только противоположные. Это дебафы, то есть плохие, плохие усиления, ухудшения параметров персонажей, либо ваших, либо вражеских. То есть еще раз, синие это плюс, а красные это плохо, да, это минус. Вот, и добиваем этого кабанчика, ну видите, он походил. Ох ты, такой злюка. И вам предлагают выставить вот типа скорость, х3. И вот вы видите, да, насколько быстрее анимация происходит. Это влияет в сумме на время. Вот вы видите, недавно ввели, вы получаете в конце опыт, за счет которого качаются все ваши монстры. Это тоже идет по сценарию, первый свиток вам дают, то есть вы можете получить свиток замечательно, бла-бла-бла, все тут понятно. Так, мы идем вот сюда, вам предлагают открыть сразу же этот свиток. Сломя голову, бегом, вы тратите 300 маны. 300 мана это основная валюта в игре. Есть еще такая донат валюта, как ее все называют, это кристаллы. Да, кристаллы зарабатываются не так легко, поэтому не тратьте их с умом. И мы открываем монстры. Здесь тоже вам дадут сейчас, по-моему, брона, да, брона ветра вам дают, и вот так же дают просто, ну, вы поняли, всем дают. И вот соотношение стихий, вы видите, огонь бьет ветер, ветер бьет воду, вода бьет огонь. Здесь все понятно. Есть еще две стихии, такие как свет-тьма, они бьют друг друга всегда с процентным соотношением 120. Ну и опять же, что свет, что тьма бьют все вот эти стихии, они бьют их пофиг, всегда со стопроцентным вариантом. То есть, свету и тьме всегда проще бить вот эти вот стихии, да. Вот, но это вы уже поймете в дальнейшем. Итак, итак, что мы делаем дальше? Вот, слушаем все это, заходим в монстры, переходим. Да, есть здесь руны, то есть, это как бы одежда ваших персонажей. Да, есть еще переодевалка, но это такое чисто вот те, кто играли в Доту 2, они знают. В Доте 2 тоже переодевалка ничего не решает в игре, поэтому вы как-то видоизменить своего монстра в дальнейшем сможете. Есть уже придуманные костюмы, но опять же, на механику и силы вашего монстра это никак не повлияет. Да, то есть, это просто декор. Это переодевалка, куколки, все дела. Вот, вы нажимаете одеть эту руну, да-да-да, вот вы одели эту руну, и сейчас ее можно проточить. Да, проточить. Есть слоты рун 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если вы путаетесь, эта циферка всегда пишется вот здесь в скобочках. Да, и нажимаем усилить. Мы нажимаем усиление, есть 10 раз, то есть, 10 раз подряд у вас будет усиливаться руна. Это удобно, допустим, когда вы будете качать руну выше, там, плюс 6 и так далее. По мане это то же самое, просто это как-то ускоряет. Раньше такого не было, сейчас для новичков, да и для стареньких очень много полезного сделали. Итак, мы тратим, допустим, вот 100 маны. У нас вот, ну, до 3, скажу так, до плюс 3 у вас всегда 100% усилится руна. Плюс 4, там уже процентов 90, плюс 5 и так далее уже меньше. Максимальная расточка руны плюс 15. Плюс 15, так, отличная работа, спасибо, нас похвалила Айрин, такая добрая тетя. Да, на нее, кстати, еще тоже костюмчики можно будет в дальнейшем получить. Мы заходим в магазин, видите, здесь есть разные отделы, стройка, медали, медали, где добываются на арене. И мы на нее тоже перейдем. Валюта, это игровая валюта, которую, кстати, тоже можно получить бесплатно. Скачав там какие-то приложения, пройдя по ним, по каким-то акциям. То есть, кристаллов на самом деле добывается много, если вы следите еще и за акциями. Вот, есть особые, туда мы тоже перейдем. И есть паки. Паки это для, ну, это сугубо донат. То есть, паки просто так в игре вы не получите, хотя можете участвовать в розыгрыше на моем стриме и получить какой-то пак. Да, халява тоже есть. Вот, ссылки все будут в описании. Смотрите, гексограмм усиления. Что это такое? Вот, мы заходим сюда. Вот. И сейчас здание это строится. Вы его можете построить, в принципе, где вам угодно. Вы, кстати, все вот эти деревья можете поудалять, если они вам мешают. Кстати, за каждый удаленный декор вам дается еще и опыт. Да, немножко тратится маны, но иногда вам нужно будет почистить остров. То есть, я в самом начале почистил и не парился. Итак, здесь вам предлагают обучалку. Смотрите, вы можете волка за счет вот этого вот ненужного монстра, да, вы его можете усилить, что будет, что даст вам усиление. Мы сейчас посмотрим. Вот, сравните статы, которые на первом уровне и какие будут, допустим, на втором, когда вы его усилите. Вот, мы нажимаем усиление. То есть, мы скармливаем его. Это называется корм. Корм основному монстру, которого вы хотите усилить, прокачать ему левел и так далее. Вот, мы прокачиваем ему, вот, видите, левел. И его все статы, вот, основные здоровье, атака и защита усиливаются. Другие статы не повышаются. То есть, шанс крита, крит дамага, за счет вот такого усиления по уровню, они никогда не улучшаются. Только вот эти вот три показателя. Да, всегда будут усиливаться, улучшаться и так далее. Итак, нам дальше она рассказывает всякую фигню. И здесь нам предлагают, вот, дюрант. Это, короче, дябчик, который отвечает за арену. Да, за арену. Он вас сейчас пригласит на арену. Мы туда проследуем и посмотрим, что у нас на арене. Боже, вся эта анимация такая прикольная. Да, здесь миссии, которые выполняются. Здесь вам предлагают купить паки всякие. Новичка, дьявол, моно. Если у вас есть деньги, вы можете вложить. Если у вас есть деньги и, к примеру, валюта ваша отличается в вашей стране от моей. У меня, вот, знаете, на чем я еще немножко, так скажем, шаманю. Это на том, что некоторые люди, которые, допустим, живут в другой стране. Я живу в Украине. У меня, к примеру, донат может быть дешевле. И действительно порядка, там, процентов 20 дешевле. Некоторые люди скидывают мне денежку. Плюс там каких-то, извиняюсь, 50 рублей. Я захожу на их аккаунт, покупаю им желаемый пак. Так они еще экономят. И я на этом, там, какую-то копейку тоже зарабатываю. Поэтому, если хотите, я не против, никогда не откажу. Вот вы можете купить, что такое Дьявол Мон. Дьявол Мон, он нужен сугубо для прокачки скиллов. Да, скиллы у монстров есть, которые я вначале показывал. Их можно улучшить. Там повышается либо дамага повышается, либо шанс прохождения каких-то дебафов. Либо повышается откат у скилла. У первого скилла всегда откат постоянный. То есть, вы первый скилл всегда можете взять. Есть еще у монстров второй скилл и есть еще третий скилл. Третий скилл иногда бывает пассивным, иногда бывает активным. Это уже зависит от монстров. Ну, в дальнейшем вы разберетесь. Также, вот видите, здесь дается мана, также кристаллы. И вот даются вот эти радужные. Есть ангелы, а есть радужные ангелмоны. В чем разница? Ангелмон используется для перевода кого-то на выше количества звезд. Вот, он всегда будет максимальный. Где бы вы его не выбили, вы можете выбить двухзвездочного максимального, трехзвездочного максимального и четырехзвездочного максимального. Пятизвездочного максимального нет. Также одна звездочного максимального также нет. То есть вы что с ним должны сделать? Вы его должны, вот к примеру, этот трехзвездочный, да? Вы его должны будете перевести на 4 звезды, а потом только скормить кому-то, чтобы того персонажа уже перевести на 5 звезд. И есть еще ангелы. Ангелов я чуть позже покажу. Они используются сугубо для прокачки левела. То есть для повышения. Это как буст. Знаете, вы использовали и сразу там апнули свой... Вот мы сейчас прокачали сколько? Один левел, да? А используя ангела вы сможете прокачать там левелов 15. Но это уже зависит будет от вашего монстра и его изначального левела. Да, кто не понимает, кто не вникает в информацию, я оглашаю все доступно, как для новичка, как начал бы в эту игру играть я. То есть я поначалу, когда начинал я, русскоязычного гайда по этой игре вообще не было. Был какой-то дешевый обзор на одну минуту, типа, ребята, прикольная игра, можете играть. Все, это вся была информация. Поэтому где-то ставьте на паузу, где-то перемотайте, где-то вы можете посмотреть 2-3 раза это видео. Уверяю вас, вы вникнете. Хотя бы для начала. Да, чтобы разобраться полностью в этой игре, вот я скажу так, я за все свое время, за 17 месяцев, я в ней еще не знаю очень многих тонкостей, каких-то мелочей. Да, в сумме, если вот так вот взять, то процентов, наверное, 90 об этой игре я знаю. Но какие-то мелочи, какие-то вот фишечки и механики я вникаю еще до сих пор каждый день. Где, как, какой, против какого скилла работает. Я вам скажу так, те, кто играли в Dota 2, Dota 2, наверное, проще по механике понять за год, чем эту игру. Да, эта игра, наперед скажу так, очень затягивает. И если вам нужна какая-то игра, в которую бы вы играли, скажем так, не напряжно, не напряжно, то есть не так, как, к примеру, вот те, кто играли в Lineage 2, они понимают, там либо нужно играть и сутками, потому что есть такая простая тема, да, пока ты спишь ворах качается, да, либо вообще не играть. Здесь вы можете играть в любое свое свободное время и рано или поздно развиться до желаемого вам уровня и вообще каких-то там высот, которые вы для себя предоставите. Итак, едем дальше. В общем, покупать этот пак или нет, это сугубо ваш выбор. Там еще вам доступен будет какой-то пак новичка, но так как это мой уже четвертый аккаунт, ну, естественно, играть я здесь не буду, он мне, ну, вы видите, не выскакивает. Я потом еще объясню все эти кнопки. Итак, что нам предлагают? Нам, по-моему, предлагают, а вот еще какой-то там дейли бонус. Да, кстати, вам за каждый день, за каждый день будут даваться бонусы. Вы видите, здесь осталось 14 дней, то есть вы не успеете получить, вот если вот вы, к примеру, вот сейчас зарегистрируетесь, вы не успеете получить эту плюшечку за 24 день. В чем еще плюс этого дейлика, то есть получение бонуса каждый день, он будет обновляться, смотря на каком вы сервере играете. Где-то в 10 часов утра, где-то в 12 ночи, там вы уже будете сами. То есть вам нужно будет перезайти в игру для того, чтобы получить это раз в сутки. Раз в сутки. Смотрите, в чем еще плюс. Допустим, вы там, к примеру, на 10 дне, но у вас так получилось, что у вас на 11 день не было интернета, вы не смогли зайти в игру, вы просто забыли. Вы можете зайти на 12 день и все равно получить плюшку за 11. Да, это очень удобно, потому что во многих играх сразу сбрасывается. Вот я не люблю такие игры. В многих играх сразу сбрасывается на ноль, и, знаете, один день прошлепил, все, и нужно заново получать дейлиги. А здесь у вас, грубо говоря, 30 дней, чтобы получить 24 плюшечки. Да, это действительно классно. Я думаю, 6 дней за месяц. Ну, не так тяжело будет как-то там где-то прошляпить. Короче, 24 дня игре, если она вам понравится, можно уделить ради даже того, чтобы получить эти плюшки. То есть завтра вы, к примеру, уже получите 5000, послезавтра 20 энергии, ну и так далее. Вот так вот оно идет. Самые хорошие плюшки, это, естественно, кристаллы, мистики, то есть вот в 6, 12, 18 и 24 день. Вот еще есть такой буст на опыт. Что дает этот буст? Он есть на 6 часов, он есть на 12 часов, на 24 дня и на 3 суток. Что он дает? Тот опыт, который вы получаете в конце боя, вот, к примеру, вы видели, в конце я получил 160 опыта, получил волк, и 160 опыта получила фея. Если бы у меня был бы этот буст, то они бы получили по 320. Здесь все понятно. То есть за то время, пока действует ваш буст, вы получаете больше опыта. Если вы один буст юзнули, потом второй, они просто складываются. Если идет какая-то акция, часто включают акции, там час, либо два на дополнительный опыт, и если у вас уже включен буст, он просто суммируется, да, то есть вы ничего не потеряете. Это тоже плюс игр, такой игры, потому что во многих других играх там как-то обломно, да, у тебя есть буст или какой-то там премиум аккаунт, к примеру, здесь никаких премиум аккаунтов нет. Я иногда шучу, что у меня премиум аккаунт, не обращайте внимания. Вот. То есть здесь улучшить свой как-то аккаунт можно вот бустом, к примеру. То есть вы быстрее раскачаете своих монстров. И если у вас есть деньги на то, чтобы вложить в начале в игру, я советую вам купить кристаллы, купить буст, купить какой-то там запак монстр, который я вам покажу в дальнейшем. И вы быстрее чуть-чуть для себя будете развиваться. Опять же, если вам эта игра понравилась и вообще заинтересовала, вот как удалять деревья. Удаление. Вот я показываю, вы тратите 50 маны даже для начала, согласитесь, это копейки. Вот. И вы еще и получаете каких-то вот 5 экспы. Видите, этот опыт, как только, кстати, у вас эта шкала заполняется до 100%, вы получаете второй левел. И когда вы пополняете левел, у вас сразу вот здесь вот получается 10 перьев, 10 перьев и энергии. Видите, энергия для начала восстанавливается 1-5 минут. Когда вы прокачаете здание, которое я вам покажу, у вас на максимуме, по-моему, будет восстанавливаться 3,5 минуты. Около того. То есть, вы понимаете, разница большая. Вот эти перья восстанавливаются 1 перо раз в полчаса. На это ничто не влияет. Полчаса. То есть, для чего нужны перья? Сейчас покажу. Перья нужны для арены. К сожалению, на арену мы еще не можем пойти, так как мы там не выполнили какие-то задания, по-моему, исследовали Skyron. Вот. Здесь все понятно. Одну секундочку. Вот. Когда вы пройдете вот этого вот последнего монстра, это босс. В конце каждой локации есть босс. Также есть 3 разные версии. Normal, Hard и Hell. Вам все эти разные версии нужно будет в дальнейшем проходить для того, чтобы получить плюшки. Но сейчас я немножко вернусь назад. Смотрите. У вас есть еще такая штука, как задание. Смотрите. Вы перешли. И вы тут такие. Ага, начало. Получаете 50 опыта. Но я не советую вам забирать вот эти плюшки. Сейчас почему? Потому что вы можете прокачать левел. И вы из-за этого потеряете энергию. У вас сейчас 30 энергий, которые лучше потратить на прохождение локаций. А потом, когда у вас не будет энергии, вы можете позабирать вот эти плюшки заданий и апнуться по уровню. И у вас вновь есть энергия. То есть вы должны размышлять, как правильно, чтобы вы не теряли время и не теряли энергию. Да, вот что я еще покажу в магазине. Давайте я пробегусь по постройкам. В дальнейшем вы сможете расширить свой остров. Здесь все логично, понятно. Тайная башня. Она работает в защите вашей арены. То есть когда она вас атакует, вам еще и помогает вот эта тайная башня. Она у меня уровня 6 или 7. Дальше пока строить не хочу. Вот вы видите, на каждом уровне у вас будет строиться какое-то там здание. Вы их обязательно строите. Единственное, что нежелательно для начала строить, и не советую вам спешить с этим, это что-что. Хотя, в принципе, можете строить все. Там, смотрите, вам маны должно вначале на все хватать. Там очень много будет бонусов. Вот, вы прочтете сами, что дает каждое здание. Вот, там все будет интуитивно понятно. То есть здесь не нужно вас водить будет за ручку. Единственное, смотрите, что вам подскажу, кристальный титан. Его вам советую построить где-то на 20 уровне. И если вам, опять же, понравилась эта игра и вы хотите играть дальше, я советую его построить как можно раньше. Смотрите, да, он дает 1 кристалл в 8 часов. То есть если так перевести, к 3 кристалла в сутки. Чтобы его окупить, вам нужно ровно 100 дней. То есть играть больше 3 месяцев. Но если вы будете играть больше 3 месяцев, потом он начнет вам добывать этот бонус. Плюс есть еще одно здание, которое вам также будет давать кристаллы. Вот, кристальный рудник. То есть в день вы будете получать, этот дает кристальный рудник 1 кристалл в 10 часов. То есть когда вы уже окупите этого голема, то есть в день вы будете получать около 5, чуть больше кристаллов. Где-то 5,5 кристаллов просто на халяву. Просто зашли раз в день, получили 5,5 кристаллов. Если перевести это на неделю, на месяц, вот вам и хороший прирост по кристаллам. Вот эти два здания, эти садики, как их называют, здесь качаются монстры чуть-чуть быстрее. Я вам не советую качать. Почему? Потому что, когда монстр апает свой левел, он автоматически не переходит на другой левел. Нужно заходить и пальчиком тыкать по вот этому левелапу. Пока не переделают вот эту вот фишку, я вообще не советую. Ну, не стоит тратить вот это количество 900 кристаллов ни во что. Это бред, как по мне. Здесь вот разный декор, это уже на ваше предпочтение. Можете строить, может нет, там в дальнейшем будете баловаться. Медали. Что советую здесь? Поначалу свитки вот эти вообще не покупать. Я вам не советую их покупать в ближайших, наверное, года два вашей игры. Серьезно. Это ваш корм, который не всегда даст вам положительные эмоции. То, что вы ожидаете, а вы потратите кучу медалей. Медали, опять же, добываются на арене. За вашу победу, либо за проигрыш, вам будет даваться какое-то количество медалей. Вот. И дальше идет Дьявол Мон. Вот его я советую кровь с носу собирать и покупать каждую неделю. Это самая дорогая валюта в игре. Он стоит по игровой валюте в среднем от 5 до 10 долларов. Добывать его вы сможете одну штуку в неделю за медали. Потом вы сможете по акциям каким-то получать Дьявол Мона. На 70 этаже башни, как легкой, так и тяжелой версии. Дальше будет попроще немножко добывать. Но в среднем на моем этапе я получаю штук 6-7 за месяц. Согласитесь, этого немного. Мне сейчас на данном этапе не хватает Дьявол Монов, но приблизительно штук 100. Да, штук 100. То есть это самая ценная валюта. Даже кристаллы не столь ценные, а Дьявол Моны. Потому что кристаллы в дальнейшем... Ну, на каком-то этапе у меня было 10 тысяч кристаллов. Все думали, что я донатил в игру. Но на самом деле я копейки в эту игру не вложил. И знаете, это мне не мешает разрывать всяких топов, которые в эту игру по 50 тысяч долларов вложили. Но они просто с головой не дружат. Поэтому они что? Правильно, они проигрывают. И они ниже меня на арене. Потому что они занимались фигней, покупали не то. И, в общем, в игре меньше шаря, чем в основном другие люди. Да, денег вложили, а в игре все равно какашка. Вот и все, да. Поэтому привет всем таким людям, да. Нужно в первую очередь думать головой, а не деньгами. Да, едем дальше. То есть Дьявол Мона покупать 100%. 100%. Ангел, случайный вызов. Это вам вообще не нужно. Не покупайте. Здесь ангел, который типа прокачает ваш левел. Но это трата... Вот то, что я вам советую, уверяю. Если вы прислушаетесь этому совету, я фигни не посоветую. То есть прислушаетесь, и вы развиваться в этой игре будете быстрее, чем я. Вот честно, я бы хотел для себя, вот перед тем, как скачал эту игру, и не читая эту информацию, где-то я это все вычитывал, но все равно настолько дословно нигде вы этого не прочтете. То есть проще послушать человека и посмотреть во вочию, на что он там тыкнет и покажет, чем читать это в каком-то тексте. Ну согласитесь, я так считаю, мне было бы проще. Так что, если вы прислушаетесь к совету, развитие ваше пойдет как минимум в раза два быстрее, чем мое. Вот, я вам покажу в дальнейшем и свой аккаунт, если вы захотите. То есть в конце я могу вам показать того, чего вы сможете достигнуть. Да, но это будет в конце видео. Смотрите, светилище измерений. Вот эти здания я называю святая четверка для новичка. То есть эти здания в приоритете всегда. Первое и четвертое должно у вас качаться первыми. Второе и третье, я скажу так, вы должны раскачивать, когда у вас есть возможность в игру зайти хотя бы раз в пять часов. То есть прирост по мане вот эти два здания дадут очень неплохой. Но смотрите, раскачка у вас должна быть приблизительно такая. Когда у вас первое и третье здания уже третьего уровня, третьего уровня, первое, то есть второе и третье уже можно качать по одному уровню. То есть вы должны, как бы это так скажем, в процентном соотношении, в плане КПД, коэффициент полезного действия, вы должны развивать все равномерно. Лучше иметь пять зданий пятого уровня, чем два здания десятого уровня. Это гарант, и вы можете это в процентном соотношении здесь посчитать. Да, то есть некоторые делают ошибки. Новички, что качают тупо вот одно здание взял и до десятого уровня. Это неправильно. Это неправильно. Тем более, чем дальше, тем больше она жрет медалей. Да, то есть за каждый уровень будет по 20, 20, 20, 20. То есть поняли, там будет 40, потом там 60, 80, ну я уже точно не помню, посмотрите сами. У меня эти здания, естественно, давным-давно десятого уровня. То есть, что скажу так, максимальная вместительность энергии. Это здание вам даст, к примеру, да, если я бы сейчас прокачал, у меня бы здесь уже было не 31 максимум, а 32. Кстати, за каждый уровень вы будете получать еще плюс один. На максимуме, на 40 левеле, здесь 40 левел максимальный, пока больше не планируют водить, хотя обещают 50, и не знаю, правда это или нет, у вас будет 80. Согласитесь, 31 и 80, разница солидная. И смотрите, вот здесь таинственное растение, оно влияет на скорость производства вашей энергии. То есть, на 10 левеле у вас уже будет не одна энергия не в 5 минут, а где-то 3,5 минуты, ну где-то так, да. Также это работает вот с максимальным зданием, ну вот дерево фей, у вас будет 3 здания, которые будет добывать вам ману в дальнейшем, да, на уровне там 20, по-моему, вы уже все 3 построите. И это скорость воспроизведения, пополнения маны. Да, то есть эти здания у вас должны быть основой для начала. То есть, к примеру, когда у вас это и это, первое и четвертое, я думаю, мышку уже видно, да, чтобы я не классил, вот, первое и четвертое здания будет 10 левелом, значит, вот эти два здания у вас уже должны быть уровня 7-го, 8-го. Это будет правильная раскачка. Едем дальше. Кристальный камень. Это здание вы построите на уровне 40-ом, чисто для декора. Это бесполезнейшее здание в игре, как и предпоследнее, которое я вам покажу. Честно, не стройте. Это большая ошибка, если вы его вообще, в принципе, построите. Но для декора 80, скажем так, медалей, это не тяжело. Я на данном этапе в день зарабатываю около 200-250 медалей, поэтому для меня это не тяжело. В неделю выходит сколько там, 250 на 7, ну, короче, около почти 2000, почти 2000 медалей. Почти 2000 медалей в неделю. Это круто, да, звучит? 2000. Сколько бы сейчас можно было бы за неделю всего купить? Да, но в дальнейшем здания дорогие. Да, все дороже и дороже. Едем дальше. Камень стража. Это здание нужно будет качать, так как дает защиту. Кстати, по поводу всех этих зданий. Здания, которые дают вот защиту, это все к монстрам работает. Все к монстрам. Никаким там здания и все остальное. У вас, ваш остров атаковать никто не будет. Будут атаковать лишь вашу защиту на острове. Да, вода. Эти здания дают вам бонус всем вашим монстрам. И работают они везде. На арене, в башне, в данжах, в локациях. То есть везде, где бы вы не использовали монстров, эти здания будут давать вам бонус. Это мертвый груз, но который работает на вас в перспективе все больше и больше и больше. Первое, это чем выше прокачано ваше здание. И второе, да, неправильно показываю. И второе, чем выше прокачан сам ваш монстр. Кстати, что еще добавлю по поводу этих зданий. Здания работают лишь от белого числа монстра. А белое число монстра, это изначально то, какое он есть. Есть еще желтое число, оранжевое число, которое вы добавляете рунами. Вот руны уже работают от вашего белого хп. Да, то есть эти здания не работают бонусом еще и к рунам. То есть только от белого числа. Многие ошибаются на этом и неправильно подсчитывают. Думают, блин, а почему здания не работают? Здания работают, но когда вы зайдете в инвентарь, там они никак не отображаются бонусом. Не забывайте это. Но здания работают всегда. И прокачку здания вы всегда можете следить, когда зайдете в какую-то локацию, либо данж, можете нажать в шестереночку в самом левом углу, нажать кнопочку баф, и вы увидите все ваши бафы. Бафы это, так скажем, все, что дает вам здание и какие-то там лидерки. Едем дальше. Вот эта пятерка, которую я называю стихийными. Видите, вода, здесь все интуитивно понятно. Вода, огонь, ветер, свет, тьма. Здесь вы должны прокачивать так, каких монстров у вас больше всего вы юзаете. Не тех, которых больше всего у вас есть, а тех, которых вы юзаете чаще всего. Вот, к примеру, у меня поначалу ветра было больше всего. Естественно, я ветер прокачивал в приоритете, чуть больше, чем остальные здания. Здесь вы должны просто логически размышлять, что вам больше нужно. Есть еще такой вот древний меч. Он дает атаку, вот в сравнении, да, вот светилище тьмы дает 3% атаки, но только тьме, только темным персонажам. А вот древний меч дает 2%, но дает всем. То есть здесь вы видите, но он стоит чуть дороже. Здесь вы должны сами понимать, что лучше будет прокачать на вашем этапе. Кристальный алтарь дает, то здание давало защиту, это дает здоровье. Да, плюс 2% каждому монстру. Вот, тотем небесного пламени. Это одно из ключевых зданий после той четверки для начала по поводу энергии, маны, о которой я говорил. Тотем небесного пламени, он дает скорость в игре. Чем выше ваша скорость, скажу так, для начала вы не будете понимать, что это, и не хочу вам забивать голову. В дальнейшем вы и сами будете понимать, что дает скорость в игре, а она будет влиять на порядок ваших монстров. То есть чем больше, я объясню вкратце, чем больше скорость у ваших монстров, тем быстрее они походят. Тем быстрее они кого-то отхилят, кого-то застанет, на кого-то накидают дебафы, то есть плохие вот эти вот каки всякие. Либо наоборот забафают своих. То есть если вы выигрываете в скорости, то есть вы доминируете в скорости, все ваши персонажи быстрее, следовательно вам, особенно по началу игры, как и в конце, в лайте игры, ну, игрой-то пройти невозможно. Да, то есть предела здесь нет. Здесь можно, по-моему, играть лет 10, и вы не достигнете всего того, что вы захотите. Прям вот всего-всего самого лучшего. И да, что еще, опять же напомню, в игре донат не решает. То есть вы влаживать сюда можете миллионы долларов, вы все равно за полгода не сделаете всего того, что человек сделал, допустим, без денег за год. Да, это невозможно. Это немножко облегчит вам прокачку, но руны от этого у вас не появятся. Руны решают все в этой игре. Купить руны можно тоже, но я вам не советую. Руны даются там от фонаря. Да, реально, вам такой шлак надают. Вы заплатите деньги за то, за что вас, грубо говоря, унизят и обидят. Серьезно, руны никогда не покупайте. Если у вас хватает денег, вы один раз можете для проверки купить и убедитесь, что я был прав. Да, поэтому тотем небесного пламени качать тоже в приоритете. Скорость в игре решает. То есть это одно из первых зданий, которые также нужно будет построить. Тайная башня ускорения. Вот как и о том здании я говорил, кирпичик такой. Вот это здание также не стройте. Это здание работает только на арене и только для башни, которая вас защищает в защите. Короче, бесполезное здание. Просто поверьте на слово, потом вы поймете, что оно дает. Не стройте его. И последнее здание, падший древний страж. Это здание нужно строить на уровне уже начиная хотя бы с 40-го. То есть здание, чем просто в объяснении. Крит, урон. То есть когда вы критуете, это здание будет добавлять вам 2% к дамаге этого монстра, который кританул. Но поначалу крит шанс у всех маленький, поэтому это здание в большинстве случаев работать не будет. То есть вы потратите 120 медалей ни во что. Ни во что. Да, то есть это здание такое лейтовое. То есть для дальнейшей прокачки, то есть не сейчас. Да, едем дальше. Давайте пройдемся. Вот здесь какие-то паки предлагают вам. Ну, честно, это ваше решение. Покупать не покупать. Я никогда никому слова плохого не говорю. Вот видите, по моим деньгам это выходит где-то 105-110 долларов. Я знаю, что, по-моему, в Китае либо в Корее этот пак стоит 149 долларов. Согласитесь, разница какая, да? Надо искать друзей из Кореи, которые будут через меня покупать эти паки. Я буду реальное бабло зарабатывать. Да, смотрите, здесь валюта. Что вы можете купить за кристаллы? Вы можете купить пополнение энергии. Что я делаю сейчас каждый день по раз, наверное, как минимум 10. Да, то есть для меня, на моем этапе, это самая рациональная трата кристаллов. Да, едем дальше. Приглашение на арену. Это вы сможете там чаще походить на арену, больше выбить медалей и выше залезть в рейтинги на арене. Чем выше рейтинг, я вам это тоже покажу, тем больше вы будете там получать каких-то кристаллов в конце недели. Конец недели это с воскресенья на понедельник. Там идет обновление. Ну, вы это все поймете. Вы можете купить ману. Это, это, то есть вы видите, больше кристаллов. Ну, тоже, для начала уж точно не советую это тоже покупать. Вот есть фри кристаллы, то есть бесплатные кристаллы. Зайдя сюда, ну, давайте, я кликну. А, доступно после 7 уровня идти. Я этого не знал, но на 7 левеле вы сможете зайти, скачать какую-то там игру, сделать какое-то задание. Не знаю, по-моему, видеоролик можно еще даже посмотреть и получить какую-то халявную деньгу в кристаллах. Да, вот. И сколько там донат. Ну, у меня в гривнах, так как я с Украины, Одесса, у меня в гривнах. У вас будет отображаться, наверное, в рублях, у кого-то в долларах, у кого-то в евро. Это будет зависеть от вашей валюты. Она отличается, да. Даже я так заметил, вот я, к примеру, с Одессы, человек в Донецке, у него уже немножко другая валюта, к примеру. У него там пару гривен отличия. Вроде бы страна одна, города всего лишь разные. Ну, не знаю, в общем, смотрите сами. Это не столь важно, но все-таки особое. Что здесь можно купить? Здесь ничего не менялось, наверное, с первых дней этой игры. Честно, не хватает здесь много чего, но об этом не будем. Давайте начнем с самого конца. Rename. Здесь, я думаю, все просто позволяет вам изменить ваш никнейм. Если вы вначале там от фонаря головой ударились, я не знаю, ваш код пробежал по клавиатуре, и вы набрали никнейм а-ля там Вася Пупкин1995 и тому подобное, вы сможете его сменить и сделать себе брутальный ник а-ля James Bolt 22SM. Ну, или 24, там, не знаю, посмотрите. Вот, то есть, это смена ника. Что здесь? Об этом я уже говорил. Увеличитель опыта. То есть, вы будете получать ваши все монстры, которых вы качаете, будут получать банально в два раза больше опыта. Можно купить на сутки, можно купить на трое, но вы видите, на три дня выгоднее покупать. Это логично. И здесь премиум паки. Сразу же скажу, в чем разница. Давайте посчитаем. Смотрите, за 225 вы получаете 3 таинственных свитков, ману не будем считать и какого-то там случайного вызова ангела. Это бред. Смотрите, 3 свитка за 225. Считаем здесь. Вы здесь за 750 получаете не 10 призывов, если открывать по 75. Заметьте, вот почему я сказал в начале видео, что не тратьте, не тратить 75 кристаллов на вызов. Лучше соберите 750 и вы получите 1 мистик на халяву. И это не все. Вы получаете еще и вот 3 ангела, которых вы сможете эвейкнуть, перевести. Я покажу, как это сделать. Перевести и с помощью них еще и прокачать своих монстров. То есть вы получите больше плюшек. Лучше посидите, поэкономьте. Первых 750 кристаллов при желании вы получите уже, наверное, на третий день. Если будете активно в эту игру играть. То есть первые кристаллы, первых, наверное, даже тысяч 5 кристаллов вы получите, наверное, за месяц. Сейчас, да, в начале кристаллы просто рекут тикой. Очень много, да, на самом деле. Если вы, опять же, дослушаете меня до конца. И такое поднятие, как паки. Скажем так, есть вот пак пробуждения тут. Ну, вы поняли, вы можете уже сами посмотреть, что стоит покупать или нет. Я вам советовать не буду. Если так, вот чисто для новичка, и это не очень затратно по деньгам, я бы, возможно, купил бы вот этот пак. Я его, кстати, часто разыгрываю у себя на стримах. Да, себе я никогда не покупал, на стримах разыгрываются. Ну, там есть некоторые условия. Вот, вы будете получать в течение 15 дней 20 кристаллов. То есть 300 кристаллов вы получите за 2 недели. Еще и постоянный бонус к мане. Есть чуть подороже пак. Здесь вы будете получать 70 кристаллов каждый день. Если вы, короче, не спешите, то советую лучше купить этот пак. Он по деньгам 786 гривен. В долларах я не знаю, сколько это, сколько там. Долларов, так скажем, 30, да, получается 3. Да, около 30 долларов выходит. Там плюс-минус пару долларов. Вы здесь будете получать еще и 5% бонусу опыта. Да, это прикольно. Еще и дополнительное желание каждый день вам будет. Но для этого нужно будет построить здание. Оно там, по-моему, на уровне 10, я не помню. Построите здание, вы сможете не один... Вот это вот загадать желание. Я называю это сыграть сякубовичем. Там вы будете крутить барабан, и на рандоме вам что-то будет каждый день попадаться. Да, будете психовать, будете радоваться. Ну, короче, это рандом. Здесь, что дает этот пак? Вот вы видите, купон пробуждения. Вы сможете, если вы выбили первородку, а на нее собрать вначале очень тяжелой эссенции, чтобы перевести, вы сможете, если вам позволяет ваша деньга, вы сможете купить этот пак, и один купон вы сможете любого монстра от 3 до 5 звезд сразу же перевести, улучшить. Улучшить. Здесь вот всякая подробная информация, вы можете почитать, то есть вы это все уже поклацаете. Ну, я не хочу растягивать это видео на часа 4, поэтому, ну, по максимуму сократим его. Едем дальше. Мы перейдем на арену. Она уже включилась? Нет, арена нам еще не доступна. Ну, давайте перейдем по этапу. Пройдем немножко локации. Смотрите, уже доступно 3 монстра. Уже 3 монстра можно юзать. Здесь вы видите колонка для ваших друзей. Я сейчас пройду локацию и покажу, как правильно добавлять друзей. Да, как лучше всего и как быстрее всего вы начнете проходить эту игру. Здесь видите, авто пока нельзя нажать, автобой будет доступен на третьем уровне. Так что пока ручками... Кстати, я забыл музыку, звуки включить. Сейчас давайте после этой локации я включу звуки. Видите, здесь уже 2 и в конце такой-такой мини-босс. Видите, он красный, типа улучшенный, там все дела. Он как бы сильно бьет. Что означает этот черепок? Вы будете получать 5% от максимального хп этого персонажа. Это как яд. Яд во многих играх, единственное, во многих играх яд не убивает. А здесь этот черепок может вас добить. Да, он наносит всегда 5%. То есть, если так посчитать, если на вас будет висеть просто, к примеру, больше 10 дебафов, нельзя, кстати. Полоска не больше 10. Если на вас 10 этих черепков висит, то есть вы потеряете сразу же половину хп. Не важно, сколько у вас будет. 5000 хп, либо 555 тысяч хп, вы сразу потеряете половину. Точно так же это работает на боссах. И это классная тема. Да, но мы, допустим, возьмем фею, и его, допустим, восстановим. И вы видите, мы с него поснимали эту всякую каку. Что означает этот меч? Ну, вы видите, здесь все теоретически понятно. То есть, мы ему срезали 50% дамаги. То есть, он теперь будет бить намного слабее. Ну, он уже и не будет бить. Да, он сдох. Вот. Что у нас первый скилл? Вы видите, тут защиту. Здесь можно... У него 2 дебафа полезных. То есть, этот для начала персонаж вам тоже будет чем-то даже полезен. Вот, добиваем этого кабанчика. Ну, не знаю. Вы здесь можете поступать как вашей душе угодно. Можете сразу убивать босса. Можете сразу убивать его миньонов. Там, видите, самое главное, что я еще не рассказал в первом бою. О, вы видите. Вы апнули левел. Вы получаете какое-то количество кристаллов. Вы получаете максимум. И вся ваша энергия восстанавливается. Вот. То есть, вы получили чуть больше опыта. Смотрите. Вам самое главное, чтобы выжил хотя бы один ваш монстр. Если выживает один монстр, все получают опыт. То есть, все нормально. Здесь нет какого-то ранга типа СС. То есть, по времени. Все. Вы можете хоть и полчаса эту локацию проходить. Главное ее пройти. Вот. Мы получаем в конце сундука. Вы можете получить руну. Вы можете получить свиток. Вы можете получить там какого-то ангел-мона. Ну, здесь разные бывают плюшки. И, видите, вы получили во второй слот руну. Смотрите, в чем еще фишка. То есть, когда вы можете сразу же нажать дальше, вы можете заново еще раз эту локацию пройти и получить, допустим, еще такую руну. Смотрите, что означают эти цифры. Не только поочередность локаций, а, к примеру, вот я вам могу объяснить. Вот смотрите. Цифра 1 отвечает за стат руны, который будет вам выпадать. То есть, в первой локации вам всегда будет падать в первый слот руна. Во второй всегда во второй. Я буду показывать на пальцах, так удобнее. В третьей локации будет в третий слот падать. Четвертый будет четвертый и так далее. То есть, если вам не хватает какой-то руны, вы можете пойти в локацию в эту и набить себе руны. Согласитесь, это прикольно и это приятно. Смотрите, на нормале падают руны от 1 до 2 звезд. Падают либо белые, либо зеленые руны во всех этих локациях. Единственное, когда вам откроется подземелье Кайрос, там уже руны падают синие и лучше. Есть 4 градации рун. Зеленая, это самая такая. Белая, это вообще такая. Ну, Тюфяк, самая плохая. Зеленая идет уже чуть-чуть лучше. Синяя уже лучше. Розовая почти самая лучшая. И топовая руна оранжевая. Оранжевая. То есть, их по-разному называют. Но я по цветам вам сказал. Вы все это дело поймете на дальнейшем. Итак, сейчас давайте звук включу. Я думаю, вам... Вот, вы можете тут переименовать. Вот, смотрите. По настройкам пробежимся. По быстрому. Опции. Вы здесь можете звук... Сейчас, секундочку. У меня, по-моему, звук в ногсе выключен. Да. И давайте музыку еще включим. Я не знаю. Чтоб не громко было с одной стороны. Что-то не слышно, да? Наверное. Мне кажется, надо будет перезайти. Либо еще что-то. Вот, здесь разные настройки. Появление босса. Я здесь все поубирал. Вы можете выстоять себе как хотите. Низк. Уведомление. Вот. Уведомление что означает? Если на вас кто-то на арене побил, у вас будет пуш-уведомление в андроиде вылазить. Вот это не знаю. Я вообще выключил. Не знаю, что оно появилось. И выбор языка. Вы можете выбрать английский, если вам он ближе. Любой язык, который здесь есть. Но для этого нужно будет перезайти в игру. Что означает сброс игры? Вы начнете с первого уровня. На том острове, на котором вы начали. Если вы начали играть на глобале, значит вы сбросите только на глобале. Это тоже важно. Вот. И мы... Музыку я не слышу. Не знаю. Может, оно я громче сделаю? Да, есть что-то играет. Но музыка здесь не столь важна, как вот эти вот удары вам понравятся. Смотрите, если вы хотите начать на другом сервере, вы нажимаете вот сюда. Вот сюда вы нажимаете и выбираете другой сервер. Не бойтесь. Эти ваши настройки, они не сбросятся. То есть вы можете играть на том сервере, потом вернуться на этот сервер. Не важно. То есть ваши настройки не сбросятся. И вся ваша прокачка не полетит к чертям. Что еще хочу добавить? Смотрите. Вы можете нажать вот сюда на Facebook. Не волнуйтесь. Вас перекинет вот сюда в настройки. И здесь смотрите. Вы можете поставить привязки какие-то. Вы можете заходить через Facebook. Можете заходить через Google. Это дополнительная ваша безопасность. Вот нажать вот сюда. Здесь ввести ваш пароль. И там поменять настройки. Там телефон добавить. Все такое. Как поменять аватарку? Вы нажимаете вот сюда и выбираете откуда вы хотите. Можете с игры там повыбирать разные аватарки. Ну, в общем, такое. Опять же, это абсолютный гайд для новичка. Да, я думаю, многим я чем помогу. Comptuous Hive. Смотрите. Давайте пробежимся по значкам. Потом вернемся. Вот. Здесь разные акции. Советую посещать чаще вот эту вот кнопочку как Notice. Вот. Заходить вот сюда от разработчиков. Ну, здесь они редко что обновляют. Чаще заходить вот сюда. Здесь всякие обновы. Советую их читать. Чтобы быть в курсе разных акций, по которым вы сможете получить кристаллы. Да, для новичка это самое важное. Кристаллы. Вот. И вот заходить вот сюда. Вот. Раньше этого сундучка не было, этого подарка. Здесь действенные акции, которые проходят вот прям сейчас. Либо будут скоро в течение там трех дней. Вот сейчас проходит вот эта вот акция. Головоломка. Посмотрите, что здесь нужно сделать. Итак, мы переходим сюда. Можете все прочитать, но я перебегу сразу вкратце. Пройти сценарию подземелья. То есть 30 раз. Мы уже два раза прошли. Еще 28 раз вы пройдете. Это кажется много, но на самом деле это быстро. 10 битв на арене. Это поначалу возможно будет тяжелее. Усиление рун. 10 раз усилить любую руну, даже если она у вас не проточилась. Получение монстра. То есть вам нужно призвать, призвать каким-то способом получить 10 монстров. Уже 3 есть. То есть видите, и в конце вы кидаете вот здесь вот поместить частицу. Вы будете собирать картинку, головоломку. И за вам, за каждую частицу будет даваться плюшка. Здесь, если вы собрали 4, вам дастся вот это количество плюшек. 10. Вот это. И здесь нужно будет нажимать. Вот. Ну 35 вы уже, наверное, не успеете собрать, так как акция идет давно. И по времени вы здесь тоже можете посмотреть, сколько ей там осталось жить. Вот видите, 9 дней. 9 дней осталось этой акции. Поэтому спешите и получайте свои плюшки. Также разные там есть. Вот видите, всякие звуки присутствуют. Что еще вам пробегусь. Так, это битвы. Битвы. Здесь вы можете перейти в любую там вас интересующую локацию. Вот даже остров битв. Это для гильдии. Вот что такое event. То есть вы можете нажать подземелье Кайрос. Но Кайрос еще для вас закрыт. Еще рано. Не помню, на каком левеле он откроется. Вы уже посмотрите. Дальше. Монстры. Здесь все понятно. Здесь все ваши монстры. Вот. А, здесь предлагают вам надеть еще одну руну. И смотрите. Сейчас я вам объясню. Раз мы уже делаем все последовательно. Смотрите. Вы получили бонус. Вот. Вам также объясняют. Видите? Третий слот рун. Вот то, что я говорил. Вам все это объясняется. Раньше это не объяснялось. Поэтому я не знал. Я лучше сразу объясню. Кстати, есть еще седьмая локация. Там босс. Вот когда вы бьете босса, у вас на рандоме что угодно может упасть. Кстати, когда вы бьете нормал, может упасть 1-2 звезды. И когда вы бьете хард, то есть следующую версию, более сильную, у вас может упасть 2-3 звезды руна. Когда вы бьете хард, то есть самую такую жесткую версию, где 40-е лвла, у вас уже могут упасть 3-4 звезды. А с босса у вас даже 5 звездочные руны могут упасть. Поэтому я скажу так, наперед, чтобы формить B9, B10, то есть это 9-10, самые лучшие этажи в башне. Вам можно поформить какие-то там вот эти вот локации, где вы выбиваете 4 звездочные руны. А потом пойдете в Кайрос, в эту башню и будете выбивать там уже 5-6 звездочные руны. Это работает и на самом деле я так сам начинал. Итак, мы перейдем, вы видите, вот вы можете нажать на вот эту штучку и здесь все почитать. Смотрите, мощь. Когда вы примените 2, набор из 2, что означает 2? То есть вы должны одеть куда угодно, не важно. Вы можете сюда и сюда одеть, сюда и сюда, не важно как вы их соберете. Если у вас 2 руны, они вам дадут 15% здоровья бонуса. Смотрите, вот вы от белого числа, вы получили 15% здоровья. Плюс они еще могут давать, видите, да? Тут 40% здоровья. Скажу так, вот сюда во второй слот, видите, циферка 2, 4 и 6, я советую собирать только процент. То есть если бы здесь выпало здоровье процент, то есть, к примеру, там 2%, это будет лучше, чем 40. И почему? Я вам сейчас, если калькулятор, да, покажется, я вам приблизительно это объясню. Смотрите, в чем штука? А здесь калькулятор не показывается. Возьмем, допустим, к примеру, здоровье, чтобы четкое число было и вам понятно. Допустим, у монстра 10 тысяч родного здоровья. Берем 10 тысяч, да, родного здоровья. К нему добавим 15 проточенную 6-звездочную руну во второй, к примеру. Опять же, к примеру, слот, который даст вам, по-моему, 2450. Давайте округлим, 2500, да? Просто прибавляем к этому числу. Плюс 2500. Это, скажем так, топовая руна, которая заточена плюс 15. Вы получаете в сумме 12,5 тысяч. Вот эти два числа вам дадут 12,5 тысяч. А теперь сравним разницу, если вы поставите процентную руну. Опять же, берем 10 тысяч родных и добавляем руну, которая плюс 15 в процентном соотношении добавляет 63%. Мы добавляем 63%. И посмотрите, какое число мы получаем. Согласитесь, разница просто колоссальная. А если у вас таких 2, а если 3 руны? Задумайтесь. 2,5 тысячи хп, либо 6300. Поэтому наперед скажу вам, какая бы вам руна не выпала. Во второй, еще раз, во второй, в четвертый, шестой слот, если она не процентная, продавайте. Продавайте. Есть здоровье, обычное число, а есть процент. Вот процент оставляйте. Не процент. Продавайте. Единственное, что во второй слот здесь может упасть скорость. Она не бывает процентная. Вот скорость оставляйте. Скорость всегда статичная, просто пишется циферкой. Скорость не бывает процентная. Именно в рунах. Да, и скорость будет вот у вас вот здесь вот суммироваться. Чем больше скорости, тем быстрее ваш монстр походит. Вот, что еще. Ну и вы последовательно будете выбивать руны и одевать. Здесь вы должны смотреть на свой персонаж. К примеру, это помощь, либо саппорт, смотря как у вас будет писаться. Здоровье. То есть, и вам советую его одевать вот в руны, которые дают как можно больше здоровья. И, допустим, сюда можно поставить скорость. Сюда можно поставить скорость, сюда поставить здоровье, сюда поставить здоровье. Это будет идеальным вариантом. Этот персонаж, он атакующий. Видите, атака. То есть, это волк. Вот. Здесь все понятно. Кстати, да, можно расширить количество ячейок. Сейчас у нас 15 монстров. Вот, за 2000 маны вы сможете сделать 20. Ну и так далее. Там вы посмотрите. За кристаллы не советую покупать, расширять. Кристалла вам будет всегда не хватать, а маны вам, ну, поначалу тоже будет не хватать. Но ману проще добыть, чем кристаллы. Так, едем дальше. Смотрите, здесь Цербер, это его скиллы. Вот вы, когда будете прокачивать скиллы, как прокачать скиллы, нужно вам использовать точно такого же монстра. Либо Дьяволмона. Но Дьяволмонов я не советую тратить на монстров ниже 4 звезд. И то, даже перед тем, как точить 4 звездочного монстра, лучше спросите в моей группе, либо у меня в личке. Стоит ли ему точить Дьяволмонами скиллы. Вот, как прокачать Церберу вот этот скилл, допустим. Скиллы, кстати, качаются рандомно. То есть, вы никогда не угадаете, прокачается у вас первый скилл, либо второй скилл, либо третий. Кстати, когда вы его улучшите, вот есть кнопочка рост, вы получите сюда третий скилл. Смотрите, вы должны использовать точно такого же Цербера, не важно, сколько у него будет звезд, не важно, какой он будет стихией. Главное, чтобы он выглядел точно так же. Если вы возьмете, к примеру, не Цербера, а какую-то, я не знаю, фею, и скормите, да, этому Церберу, он получит только опыт. То есть, скилл он не прокачает. Это важно. То есть, вы должны и опыт ему прокачать, и скилл. То есть, чтобы было, так скажем, грамотно и полезно. Вот, по поводу роста, к которому мы вот плавно перешли, смотрите, когда вы его улучшите, чтобы вам улучшить, вам нужно собрать вот эти экстракты, вот видите, количество штук, и вот эти экстракты. Где их добыть, мы сейчас перейдем, и я вам покажу. Смотрите, когда у вас откроется Кайрос, Кайрос, там будут локации, которые будут называться Подземелье Магии. Подземелье Магии будет отвечать за вот эту вот штуку. Да, 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 это я понял. Видите, куча обучалок, да, 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 спасибо, это я все покажу. Вот, Подземелье Магии вы будете выбивать вот эти вот эссенции, то есть магии, вы видите. Подземелье Огня вы будете выбивать, сейчас я вспомню, когда, по-моему, во вторник Огонь. Здесь каждый день недели какой-то данж открывается на сутки. Вот, к примеру, в воскресенье открывается данж света, в понедельник тьма, во вторник, насколько я помню, я просто две вот этих вот стихии путаю. Либо Огонь, либо Вода, вот во вторник, а в среду, опять же, либо Огонь, либо Вода. Да, в четверг будет ветер, в пятницу ничего, в субботу тоже ничего. То есть четверг и пятница, это, скажем так, выходные для эссенции. Будут еще акции, когда будут на все выходные включать все пять, все пять этих локаций, и вы там сможете набить вот эти вот кусочки для того, чтобы перевести монстра. Вот, едем дальше. Смотрите, по интерфейсу пробежимся здесь. Вы видите, здесь разные руны есть. Что дает какая руна, вы можете банально почитать. Плюс я добавлю ссылку в описании, она будет называться «Главное о рунах». Там все в картинках, там все понятно. Я сам по тому сайту учился, поэтому не пренебрегайте, почитайте. Если вам игра нравится, не бегите сломя голову качать тут что ни попадя, лучше почитайте об игре. Мне импонируют те люди, которые вместо того, чтобы начинать в игру и раскачиваться, здесь как-то что-то, посмотрят какие-то ролики, обзоры, почитают у них гайды, послушают гайды. Вот тогда вам будет легче. Вы не сделаете кучу ошибок, за которые будете думать, господи, вот это я дебил. Че я сделал? Вот, блин, времени кучу потратил. Да, то есть у вас еще откроется вот эта локация, но еще рано. Здесь вы сможете массово продать руны, если вам они не нужны. Смотрите, что еще вам? Я подскажу монстр. Вот, здесь вы можете посмотреть описание, то есть некоторые люди, но здесь тяжело будет понять, да, что да как, вы можете почитать отзывы о этом персонаже. Тоже не пренебрегайте, то есть если вы будете сидеть на Глобале, либо там на Европе, еще где-то, то есть там иногда часто попадаются русские описания этих монстров. То есть вы сможете почитать вот о каждой стихии. Смотрите, вы можете нажать и почитать о каждой стихии, какой из них типа самый лучший. Можете перейти в коллекцию. Коллекцию того монстра, которого вы хотя бы когда-то получали, он у вас уже будет отсветленный. То есть вы его, значит, уже когда-то получали. Затемненные монстры, значит, у вас их еще никогда не было. Вот вы можете перейти так, вы можете перейти вот, к примеру, вот сделали удобно, раньше этого не было. Да, 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 здесь понятно, сейчас я сам все это объясню. Смотрите, вы можете хоп и мышечкой быстро пробежать по стихиям. Раньше этого не было, вот сейчас для моих обзоров это очень удобно сделано. Видите, разные монстры у них по стихиям отличаются, по статам скиллы отличаются. То есть здесь все на дальнейшем будет понятно. И вот вы можете еще так бегать по монстрам. Смотрите, вернемся к этой собаке. То есть какие статы вы можете наберет посмотреть, какие статы у нее будут, допустим, когда вы его улучшите. И когда он, допустим, станет трехзвездочный и максимального уровня. Вот, то есть вы можете посмотреть сразу улучшенные версии, либо обычные версии. Чтобы улучшить, я уже объяснял, что нужно сделать. Видите, да, когда вы улучшаете, вы можете получить либо лидерку, либо какое-то третье умение. Вот, к примеру, я покажу, где у нас лидерка. Сейчас найдем какого-то монстра, который... Вот, смотрите, лидерка, да. То есть не эвейкнутая версия. У него два скилла и лидерка. Когда вы его улучшите, у него появится третий скилл. Но изначально была еще и лидерка. Видите, некоторые лидерки добавляют только к своим стихиям. То есть тоже тут не забывайте. То есть, к примеру, здесь написано огонь. То есть для воды эта лидерка ничего вам не добавит. Вы должны тоже правильно размышлять. Вот. Едем дальше. Давайте, раз я перешел в коллекцию, я покажу вам тех монстров, которых, если вы раскачаете, раскачаете и прислушаетесь ко мне, может, у вас, конечно, выпадут и получше монстры, но если вам не выпадут лучшие руны, монстры, точнее, и вы так будете сами понимать, что рун монстры действительно говно, то лучше прокачать то, что я вам посоветую. То есть вот этих двух монстров вы на дальнейшее будете качать. То есть вы не получите сразу в первый там день тех монстров, которых я скажу. Хотя, может, и получите. Здесь уже будет зависеть от удачи. Смотрите, я вам покажу 3, 4, даже, наверное, 5 монстров, которых вы, если раскачаете и будете качать на дальнейшее, они вам просто сделают эту игру праздником, и вам будет намного легче. Смотрите, я начну по порядку. Мы возьмем вот эту вот пикси ветра. Она должна быть у всех. Вы можете посмотреть большинство сороковых левелов. Она есть у многих, у многих. Это топовый саппорт, тем более 2 звезды. Достать ее легко через свитки. Достать ее можно в магазине, в котором вы будете там обновлять, либо он будет сам по себе обновляться раз в 2 часа. Это очень полезная, полезная, как ее, фейка, да, наверное, так, что-то там, не знаю, крылатая эта дурочка. В общем, у нее 3 скилла, все 3 скилла полезные. Массовое замедление, то есть баф на 3 хода, и атаку дает, и защиту. То есть это просто идеальный саппорт, и скиллы ей также легко прокачать. Точно такими же пиксами, да. То есть либо ветер на нее дальше проточить, либо огонь, либо воду, либо свет, либо тьму. Все можно в нее вливать, и вы никогда ничего не потеряете. То есть она топовая среди всех своих стихий. Это первый персонаж, которого я вам советую прокачать. Едем дальше. Рядом прям с ней Йетти. Йетти ветра. Он один из лучших хиллеров для начала игры. Он своим третьим скиллом всему пати восстанавливает 50% их здоровья. И задумайтесь. 50%? То есть неважно, у вас будет 1000 хп, либо 50 тысяч. Он восстановит половину. Восстановит половину. 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 Так, это много. Вот. И полезен еще своими двумя скиллами. Прокачать опять же и получить его так же легко. Вот уже 2 монстра, которых я вам советую. Дальше. Третий монстр через одного. Медведь. Этот медведь, те кто смотрит мои видео, они знают, что он решает в этой игре очень многого. Для начала это лучший и танк, и дамагер, и тот персонаж, который может перевернуть. Вот вы уже знаете, все, блин, я уже проиграл, фигня. А этот медведь при правильном использовании, и даже где-то если вам повезет, он может весь исход боя перевернуть. Почему? Из-за своего третьего скилла. Он называется чистый выстрел. То есть вкратце скажу так. Так, если, к примеру, у вашего Ромагоса 10 тысяч жизней. Вас побили, вас набили, там все. У вашего Ромагоса остается вот такая вот писелюшечка. Грубо говоря, вам, допустим, сбили 9 тысяч хп. То есть в ответ вы можете любую стихию, любую стихию, неважно, будут на вас дебафы, будут на враге какие-то бафы, кроме одного. Там есть такой баф, непобедимость. Через него урон не проходит. Вот. То есть вы в ответ сможете любую стихию ударить на 9 тысяч. И задумайтесь, для начала ударить на 9 тысяч. А в дальнейшем, чем больше у вашего Ромы будет хп, тем сильнее вы сможете ударить. К примеру, у моего 40 тысяч. Под лидерками, там, с всеми делами, выходит 45 тысяч. И на моем этапе, в большинстве случаев, у монстров 30-40 тысяч хп. То есть эта Рома может щелкать в ответ любого. Любого. После того, как он кого-то убивает этим третьим скиллом, он получает дополнительный ход. И после этого вы сможете со второго скилла отхилиться, еще и закинуть щит. То есть вы сможете отхилиться, пережить там несколько атак, и потом опять кого-то ударить третьим скиллом. Это вообще имба-имбушечка для начала. Это очень крутой персонаж. И вы будете ему радоваться, не нарадоваться, да. Ну и контрить его так же легко, если вы будете понимать, как четко работает его третий скилл. И будете считать количество ходу. Ему обязательно прокачайте скиллы. Он самый топовый. Он изначально, посмотрите, он 2 звезды, но есть его брат, допустим, водяной. Он 3 звезды. И я советую вам даже это 3 звездочного скормить этому 2 звездочному ветру. То есть вы видите, даже огонь 2 звездочный, 3 звезды, 2, 3 звезды и 2 звезды. Некоторые 2, некоторые 3 звездочные. Короче, ветер топовый и все остальные. Ну, какашка. Да, то есть скармливайте все ветру. Это третий персонаж, который у вас, ну я так считаю, для начала обязан быть. Дальше. Давайте перейдем к 2 звездочным, потом все-таки 3. Я перейду к стихии вода. Посмотрите на эту птичку. У вас для начала игры вам, по-моему, дадут птичку светоподобную, но она все равно хуже. Она все равно хуже, чем эта вода. Мы перейдем сразу к эвейкнутой версии, улучшенной. Вот. Когда, кстати, вы переводите, вы к любому монстру получаете, как минимум, плюс 1 скорость. И при улучшении, вы видите, вы можете зажать и посмотреть, что же у него появится при улучшении. Вот. Вы получаете новый навык спокойствия. У кого-то улучшаются статы, у кого-то скорость. Ну, вы поймете это сами, вы сможете банально прочитать. Каждого монстра я не помню, поэтому будете смотреть сами. Эту птичку также легко получить. Она 2 звездочная. Со свитков выбить, там, я не знаю, в магазине купить. Короче, у вас этих птичек за полгода игры будет, наверное, штук 500. Да. Скиллы также легко прокачать. Она полезна тем, что она подхиливает массово. Массово подхиливает. Она кидает экстра ход на какого-то персонажа. И он сразу же может походить еще и с бафом. И с первого скилла она станет. Поэтому эта птичка у вас также должна быть. Вот. Едем дальше. 3 звездочный персонаж. То есть мы уже 4, да, персонажа взяли. Тех, которых должны быть у каждого. И едем дальше. 3 звездочный персонаж. Его можно, опять же, получить со свитков. Либо выбить в локации. Там будет одна из последующих ваших локаций. Я не помню, как она называется. По-моему, 5 или 6 по счету. Вы всегда сможете посмотреть. В каждой локации вы можете нажать кнопку трофей и посмотреть, что в этой локации падает. Падают руны, падают монстры, падают свитки. Ну и всякая там чешуйня. Вот. То есть этого монстра вы сможете получить также достаточно легко. Он решающий монстр на любом этапе игры. Скажу так. Этот монстр есть вот вы каждого. 40 уровня можете посмотреть. Любого топа в игре. Он есть у каждого. Этого монстра, по сути дела, заменить невозможно. Невозможно. То есть в большинстве ситуаций он универсален. И юзать его, по сути дела, можно везде. Везде. Трехзвездочный персонаж, а он лучше, чем большинство первородок. Задумайтесь. Задумайтесь. То есть вы уже, я думаю, со всего этого видео уже для себя где-то поняли, что первородки в игре нифигашеньки не решают. Вот. Если нет хороших рун, тем более. Вот. Что вы получите при эвейке? Вы получите лидерку. Да, давайте нажмем сразу. Вот вы получите лидерку. И вот так он будет выглядеть. Да. Я думаю, прикольно. Да, он сам по себе скоростной персонаж. И что для него важно одеть его в руны, которые дают максимальную скорость. Он за счет своего третьего скилла умение будет ускорять все свое пати. Он будет кидать баф, плюс еще и полоску, вот эту синюю, которая влияет на ход ваших монстров. Чем выше полоска, когда она заполняется, значит ваш монстр вот-вот уже должен будет походить. То есть этот монстр, он апнет всю вашу команду и вся ваша команда походит быстрее, чем вражеская. Это один из тех ключевых монстров, который должен быть у всех. Плюс со второго скилла кидает два полезных раскола и на защиту, и на атаку. Вы видите меч и щит, ну, перечеркнут. Вот, то есть это тоже полезное умение. И с первого скилла он достаточно тоже больно бьет. То есть это уже пять монстров, которые у вас должны быть. И возьмем шестого монстра, но его не раньше, наверное, чем на уровне тридцатом пытаетесь добывать. Это инугами света. Его можно выбить в секретном подземелье в воскресенье. То есть когда появляется вот этот вот данж света, вы должны бегать от сотого по 130 канал в чате и искать этого инугами. Либо сидеть в группах контакта и просто писать там, я не знаю, на стенке в группе там типа «Ребята, мне нужен инугами света, добавьте меня, пожалуйста». И пишите там свой сервер и так далее. Вот. И вы набиваете этого куски на этого монстра, а потом за 40 кусков или сколько там на него надо, по-моему, 40, вы вызываете этого монстра. Этот монстр также есть абсолютно у каждого. Да, то есть это тот такой же монстр, который закатит абсолютно везде. Он подхиливает всю команду третьим скиллом массово. Он также восстанавливает всем атак бар, то есть синюю полоску. Он снимает с одной цели все, все бафы, которые могут быть. Это тоже часто решает. И с первого скилла он закидывает раскол. Это тоже классная штука. Раскол это понижение защиты на одной цели. Короче, это очень универсальный персонаж. Сам по себе он идет как танк, но его советую одевать максимальное здоровье. То есть скорость во второй слот, в четвертый здоровье, в шестой здоровье. Итак, что еще не показал? Чат. Чат у вас, видите, чат можно общаться на восьмом уровне. Если вы начнете на Европе, там, по-моему, можно с первого уровня общаться. То есть я вам не покажу чат, потому что на этих серверах закрыто, видите, с восьмого уровня. На глобале, по-моему, тоже с восьмого уровня. Что я вам советую сделать? Когда вы достигнете восьмого уровня, восьмого уровня, а точнее, я это покажу на своем аккаунте, когда перезайду. Вот я к этому вернусь, я перезайду на свой аккаунт. Что здесь? Давайте пройдем локацию, может у нас что-то новое откроется. Так, мы переходим и постепенно вот проходим каждую локацию. Последовательно вы будете получать новых монстров. Сейчас в игре развиться достаточно легко. Очень много всяких плюшек дают. Слышали звуки, да? Давайте даже громче сделаю. Звуки прикольные в игре на самом деле. Там звуки вот этой маны. Те, кто смотрел маски шоу в детстве или вообще они понимают к чему я говорил по поводу маски шоу. Вот, и мы допустим там. Вот этого монстра мы уже допустим не будем добивать, потому что сильно больно бьет, лучше ударить босса. Вот, мы восстановимся. А вот этим, который слабо бьет, мы добьем от его. Видите? То есть вы должны размышлять, постоянно размышлять. Где-то это спасет вам вашу жизнь. То есть не всегда нажимайте авто, потому что монстры на авто могут юзать все как хотят. Все как хотят в большинстве случаев. А так где-то ваш разум, да, то что у вас в голове заложено и где-то ваша аналитика и тактика могут зарешать в каком-то бою. Вот, и здесь время, сколько мы потратили на эту локацию. Можно бить рекорды и так далее, в конце, оу, нам дали трехзвездочного монстра. Посмотрите. Я скажу так, неплохо, неплохо. То есть дальше мы идем дальше и уже можно взять вместо вот этого мы, конечно, возьмем этого. И смотрите, мы можем его перетянуть вот так мышкой и поставить в лидеры. Увеличивать скорость атаки союзников со свойствами воды. То есть два монстра будут получать скорость атаки больше. В другой стороне вы скажете, но здесь же дается всем достойкость. Ну нафиг вам достойкость, лучше скорость. Лучше два ваших монстра походят быстрее. Да, чаще будут юзать свои скиллы, следовательно, быстрее вы выиграете. Так, и смотрите, здесь атакуем врага вместе с другим врагом. Посмотрите, сейчас он на роддоме кого-то выберет и с кем-то будет атаковать. Видели, да? Сразу вдвоем полетели бить. Классно, да? То есть было легко. Здесь вот не прошел раскол, то есть он мог закинуть раскол. Вот, видите, да? То есть урон сейчас будет намного больше. Посмотрите. Ну, как бы фея не особо сильно бьет, но все-таки урон был больше. Вот, почти убили с одного захода. И давайте этого кабанчика убьем. Вот, видите, они будут бить волка почему? Потому что им невыгодно бить вашу воду. Они будут бить слабо. То есть искусственный интеллект здесь тоже работает более-менее правильно. То есть первый, кто будет страдать, это волк. Да. То есть ваш цербер. Правильно будет назвать его цербер. Видите, мы его, мало того, что со стана, вот эта вот вся фигня, которая на нем, он стоит там, типа не может ничего делать, это называется стан. То есть оглушение, стан, ну, я думаю, во многие игры играли, везде оно работает так же. И когда вы стоите в стане, есть стан, а есть заморозка. Они работают абсолютно идентично. То есть когда вы стоите в стане, ваши скиллы не откатываются. Это как бы плохо. Ну, естественно, вы юзать ничего не можете. Добиваем кабанчика. Ай, не бей его. Короче, вот. Видите, иногда замедленные сцены, когда критуют. Здесь классно. Вы когда увидите всю вот эту анимацию разных персонажей, вы офигеете. Классную игру сделали. Вот из-за чего отчасти я даже начал в нее играть. Вот вы получаете в четвертую силу атаки. Можно породать, можно получить. Но для начала, естественно, получаете все руны. Едем дальше. И идем мы сюда. Здесь видите уже, какие-то цветочки. Да. Монстры будут разные. Вас какие-то будут забавлять, какие-то в ужас вводить. В общем, да, много чего интересного. Монстров очень большое разнообразие. Да, я же говорю, игра, чем больше вы играете, тем больше вы хотите получить какого-то там другого монстра, разнообразить свой зоопарк, которым будут называть, да, все дальнейшие люди во всяких там форумах, чатах и так далее. Добиваем. Плохо, что на авто не могу поставить. Для начала можно ставить на авто, когда вы достигнете третьего уровня. Вот, то есть ваши монстры почти всегда будут сильнее, чем вот эти, но это для начала, а потом уже будет тяжеловато. Вот для чего я объясню и как, и как сделать и добавить друзей. Так, мы прошли, видите, третий уровень мы получили, дали опять же фул энергии и дали кристаллы. Так, нам дали неизвестный свиток. Мы его можем пойти и открыть. Где у нас? Вызов. Открываем. Поехали. Можно нажать скип, то есть быстрее будет. Да, да, понятно. И его мы можем там чуть бы не сразу, к примеру, скормить кому-то. Давайте там волку, да, и волк станет сразу третьим уровнем. Можно скормить. Вот, хоп, волк стал третьим уровнем, у него больше стало жизни, ну, вы поняли. Вот такие вот дела. Так, и давайте добьем уже все-таки последнего, чтобы я уже прошел эту локацию и вы поняли, в чем вообще суть. Так, добиваем. Я думаю, это видео многим будет полезно, интересно. Я думаю, вы не уснули, смотря это видео, но все-таки я рассказал все поэтапно. Я где-то раскачал кого-то, я рассказал о каждой кнопочке, но в большинстве, если я что-то где-то как-то не успел сказать, ну, и так, видео, которое будет не одну секунду, да. Ну, видите, я уже на авто нажал, видите, она без рук все делает, то есть, как они считают правильным. Как они считают правильным. Да, вот сейчас она восстановит волка, видите, да? потому что у него меньше половины жизни. То есть, поэтому она его решила восстановить. Вот, и вы можете получить, кстати, энергию, когда вы деретесь, можете кристаллы выбить, ну, разные будете плюшки получать. Видите, две энергии, мы потратили три, а назад получили две. Фактически сходили бесплатно. Еще свиток получили. И сейчас будет босс. Вот, босс обозначается так. Возможно, вы с первого раза не убьете, но я думаю, проблем не будет. Проблем не должно быть. Единственное, что я вам советую, до босса не использовать ключевые ваши скиллы. То есть, какой-то подхил, еще какой-то скилл. Советую не тратить. То есть, чтобы на босса вы оставили ваши самые главные скиллы. Чтоб вы не пришли на босса, а у вас все в откате. Да. То есть, на вот этой, уже на второй стадии, советую вам таких... О, вы видите, да? Такая вот анимация выйдет у вас. Вы ее сможете выключить, если вам понравится. То она будет... Что за гигантским... О, божечки! О, нет! Да. Ну и в общем, мы начинаем его пинать. Увидите его шкалу здоровья. Можете почитать его скиллы, что там дают. То есть, по сути дела, у вас такой же волк, только у него пассивка другая. Да. Вот сейчас он добил и сразу же походил, видите, еще раз. Ну, умри, умри. Да, видите, все-таки добили. Главное, чтобы я же говорю, хотя бы один выжил. Хотя бы один выжил у вас. И все остальные получают опыт. Неважно, сдохли они или не сдохли. Вот мы прошли. Вам сейчас, по-моему, дадут эльфа какого-то. По-моему, раньше не давали, опять же говорю, сейчас намного проще. Вот, вам дали эльфа сразу трехзвездочного. Он свет, это ваш первый свет тьма. Монстр. И сейчас мы его получим. Так, где он у нас? Так, ненавижу вот это вот читать. Если хотите, почитайте. Я это уже читаю не первый раз, поэтому я уже там все. Вот, вам открылись горы Сиз. То есть, так локации называются. И где наш эльф? Эльфа вам, наверное, дали вот здесь. Да, вы видите, чаще посещайте вот этот сундук. Если что-то не можете найти, посещайте сундук. Вам дали эльфа, вот это, и монстр у вас появился вот здесь. Можете почитать его навыки, вот такие вот дела. Когда вы его улучшите, у него появится вот навык на скорость. Вот, скажу так, до четырех звезд, не больше. И у вас открылась арена, да? Или нет? Сейчас посмотрим, арена открылась или нет. Хочу уже на арену сходить. Да, у вас открылась арена. Эпично так, посмотри. Магия, все дела. Да, ладно, я это прощелкаю. Короче, появилась арена. Вы можете заходить, как вот здесь нажимать кнопочку, так и, наверное, проще. Я вам покажу. Да, да, да. Короче, очень много в начале будет разговора. Так, то есть, мы идем на арену. Мы нажимаем сюда, нажимаем арена, и вот здесь у вас появился бот. Это называется бот, который вам добавляет кристаллы. Да, то есть, вы убивая вот этих боссов, которые у вас последовательно будут открываться, вы будете получать кристаллы. Есть битва против других игроков. Так как вы третий уровень, не стоит нападать там на четвертого, пятого вы можете обновить. И мы смотрим, есть тут кто-то там третьего уровня, подходящий. Вот, допустим, да. Но посмотрите, какие у него уже монстры. То есть, мы его не осилим. У него уже и вот эта вот девочка есть, которую вам также дадут скоро. Да, ну у него, посмотрите, и уровней больше. То есть, мы его не убьем. Лучше не ходить на него. А вот на босса этого мы можем пойти. Мы поставим так, 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 ну самых лучших своих монстров. Поехали. Попытаемся его убить. Да. На арене все происходит. Лучше деритесь не на авто. Я вам объясню почему. То есть, он вас приветствует, все дела. Да, это башня, когда она доходит шкала, она вас бьет сквозь броню. То есть, это как бы защита для монстра. Итак, нам желательно убить вот этого, допустим, первого, и добить его. Да, мы его добили. То есть, мы уже в большинстве, видите, да, уже нам как бы проще. Дальше мы будем убивать, допустим, вот эту вот птичку. И здесь смотрим, какой вы скилл хотите ее зануть. Давайте, допустим, вторым. Неплохо, да, вжарил. Вот. И бьем этого, пока не будем его хилить. Пока рано. Пока рано. Давайте ударим этого. Ну, я так, от фонаря, столько нету. То есть, видите, он первого уровня, а уже как сильно бьет. И мы воскресили. То есть, видите, мы даже без потерь, без потери, если правильно, ручками юзаем, мы можем победить. Потому что многие все на авто делают и психуют из-за того, что у них не получается. Вот, видите, вы получили три первых своих медальки, которые вы сможете собирать на то, что я сказал в начале. Ну, и в дальнейшем все будет понятно. Так, какая победа? И давайте, я думаю, все остальное вы разберетесь сами, либо задавайте вопросы. Плюс, есть очень много гайдов для новичков, вы сможете посмотреть, посмотреть на моем канале. Кстати, вот защиту нужно еще будет выставить. Те монстры, которые стоят у вас в защите, они будут охранять ваш остров. Я советую для начала поставить, как, наверное, волка, если он у вас появится, либо фею. Вот так, сделать вот так, и вот так. То есть, лучше своих монстров. И завершить. То есть, вы выставили защиту. То есть, на вас теперь, если будут нападать, они будут бить вот эту вашу защиту. А, вот, пак новичка. Вы можете его купить. Не знаю, если у вас есть деньги, я, так скажем, советую. Смотрите, вы получите легендарный свиток. Легендарный. Хотя, я не могу понять, почему здесь пишется от 3 до 5 звезд. Должно писаться от 4. Да, здесь явная ошибка. То есть, легендарка от 4 звезд. Гарантированно. От 4 до 5 звезд. Одну штуку вы получаете. 4 свитка от 3 до 5. Вы получаете там сколько? 200 тысяч маны. Короче, за эти деньги оно того стоит. И посмотрите, 3, 3 буста опыта. 3 буста опыта на сутки. Короче, за 700. И смотрите, насколько он дешевле. То есть, он в 2 раза дешевле, чем обычно, скажем так. То есть, 786 гривен, это 30 долларов. Иногда стоит того, чтобы начать в этой игре и развиться намного быстрее. Да, вы сможете сразу призвать хорошего монстра. Да, поэтому, если у вас деньги есть, не пренебрегайте. И, кстати, каждый день вы получаете 80 кристаллов. 80 кристаллов каждый день. Это круто. В течение 15 дней. То есть, вы можете умножить и получить очень большое. То есть, 1200 кристаллов за 15 дней. Это, я считаю, круто. Вот. И здесь по игре вы сами поймете. Смотрите. То есть, нужно построить башню. Вот вы читаете задание. Вот здесь мы получаем, смотрите, 50 опыта. И зашли. Но, опять же, я считаю, что вначале лучше все эти задания, все эти плюшечки собирать. Потому что, когда у вас не будет энергии, вы эти плюшки потратите, чтобы улучшить свой уровень. И уровень вам даст вновь энергии. Вот сейчас нет смысла собирать эти плюшки. Смотрите, я удалю дерево, у вас 88.4. Сколько дадут? У вас уже 89. То есть, вы даже деревья можете поудалять, и если что, апнуть левел. Где-то даже это зарешает. Да, то есть, это такой небольшой лайфхак. Да, то есть, по всему остальному вы поймете. Единственное, вот задание у нас, что построить, по-моему, вот эту вот штуку. А нет, она на четвертом уровне у вас будет. Вот вы видите. Вам нужно будет построить, но так как вы не четвертый уровень, вы ее построить не сможете. Ну, в дальнейшем вы сами разберетесь, либо просто смотрите мои гайды. Их очень много, как для новичков, так и уже и для опытных игроков. Я перейду на свой аккаунт, покажу, чего вы сможете достичь. Играю я на глобале. Мест у меня в друзьях, к сожалению, нет. Да, мест нет, но я покажу, как добавлять друзей и как развиться в этой игре намного быстрее и шустрее. Так. Да, с музыкой. Я играл последний раз, наверное, когда первые пару дней она мне надоела просто за первое время и я ее выключил. Да, вот так вот выглядит мой аккаунт. Это то, чего вы сможете достичь. Да, вот куча построек будет у вас, монстров. Да, это уже развитый очень хорошо аккаунт. Ну, не прям самый лучший вариант, но развитый. Вот у вас будет такой вот лотерейный домик, который у вас раз в час будет что-то обновляться, вы здесь сможете что-то купить. И вот такое вот желание, вы сможете загадать желание, но сейчас я этого делать не буду, так как я это сделаю на стриме. У вас на рандоме что-то попадется. Да, эта лотерея вас будет бесить, где-то радовать, но что повезет, то повезет. Да, это китайский рандом, так что не психуйте. Вам за один день может выпасть куча первородок, вы можете полтора года играть в эту игру и вам не выпадет ни одна первородка. Но не забывайте, решает в этой игре руки, руки самое главное и ваши руны, которые одеты на монстров. Смотрите, как набрать друзей. Я захожу вот канал 100, к примеру. Я советую это делать с сотого по 130, там больше всего людей сидит. Не важно, разговаривает человек на русском, на английском, вам пофиг. Если вам нужен русскоязычный канал, кстати, 444, 888, но только вы поняли. Ладно, я сейчас даже покажу. Вот, 444, вы заходите, здесь сразу появятся там русские сообщения, вы сможете пообщаться с русскоязычными людьми. Вот, вы видите. Вот, 888, точно такой же, здесь, по-моему, чуть меньше людей сидит, и 1408. Я его называю канал интеллигенции. Здесь, так скажем, мата меньше всего, наверное, мне так кажется, да. Здесь, ну и в основном старенькие сидят люди. Вот, давайте мы перейдем. Так, что-то у меня подвисло. Да, перейдем на мой канал. Так, 111. Меня, видимо, выбило. Так, не заходит. Ну, к примеру, давайте это будет канал, там, я не знаю, вот я зайду просто сюда, и покажу вам как пример. Допустим, это канал был сотый. Вы заходите, нажимаете на персонажа, смотрите, опа, он 40 уровень. У него вот здесь вот какой-то шестизвездочный монстр, хороший монстр. Что вы делаете? Вы кидаете ему запрос на дружбу. Ну, так как у меня нет места, у вас там будет писаться, типа, запрос на дружбу отправлен, либо у человека уже занято, вы поняли. И вот так, если вы за день закинете 50 запросов и получите самых лучших, так скажем, в друзьях монстров, это будет круто. Почему? Смотрите, что вы делаете. Вы заходите, допустим, вот в эту локацию, да, вы не тянули, допустим, на харде, там, на харде первую локацию, да, вы что делаете? Ставите друга, вот у вас вот такой будет список друзей, он обновляется, кстати, раз в сутки. Вот, вы заходите, берете друга, допустим, лидерами его ставите, и ставите там своих, ну, к примеру, слабеньких монстров, я сейчас попытаюсь это как-то показать. Допустим, вот этот монстрик у вас, этот, и, допустим, вот там, я не знаю, этот, да, и вы заходите в бой, и деретесь с помощью этого друга, так как друг у вас достаточно сильный, с помощью него вы сможете проходить по следующей локации, и те локации, которые вы бы, ну, не знаю, ближайший, наверное, месяц не тянули, с помощью друзей вы сможете это сделать. И нажимаем там на автобой, посмотрите, во-первых, как дерется тот или иной монстр, это тоже прикольно. И смотрите, что он делает. Бух! Да, вот, у него скиллы классные. Вы можете почитать о любом монстре в коллекции, о любом монстре, что, как, что делает. Да, классно. Да, это пьяный мастер. Это жесть. На будущее все пьяные мастера корм. Все пьяные мастера корм. Ну, и вот босс. Смотрите. Классный, скилл? То есть, если вы убиваете одну цель, вы сразу же бьете остальных потом. Вот, и вы получаете опыт, и смотрите, Видите, что самое главное, тот друг, которого вы в хорошем смысле использовали, он опыт ваш не забирает. Да, он опыт ваш не забирает. Будет делиться между вашими тремя этими монстрами. Это круто на самом деле. Да, поэтому я вам советую для самого начала, ну, мне эта руна не нужна, естественно, я ее продаю. Вот, для самого начала набрать 50 друзей. Где проверить списки друзей? В сообществе. Вы заходите в сообщество, здесь будет гильдия. Если вы даже не в гильдии, вы сможете нажать, вот, битва гильдии, что-то такое, зайти в магазин. В магазине вы сможете посмотреть, что вам в дальнейшем покупать. Первое, что я вам советую, это собирать на Ифрита. Второе, это легендарные частицы. Все остальное вам пока не нужно. А в дальнейшем вы будете сами понимать, что здесь. Ну, здесь проходит война, то есть, вам это для начала не особо будет интересно. Вам рано. Просто банально рано. Вы заходите в друг, смотрите. Когда у вас появится в друзьях, вот здесь появится кто-то в списке. И самое главное, сердечки. То есть, это значит, ваш новый друг. Каждый день вы сможете отдать кому-то сердечки. За 10 вот этих сердечек, то есть, это 100, вы сможете призвать одного монстра бесплатно. От одной до трех звезд. То есть, вы заходите и вот каждый день раздаете всем. Ну, вот у меня, допустим, тысяча, я не могу, мне нужно повызывать. Вот. И как только у вас здесь кто-то появился, хоп, вы уже знаете, что у вас новый друг. Поэтому вы за день можете собрать сразу 50 друзей. Ну, мне так кажется. Там, по-моему, от уровня вашего зависит. Ну, в общем, как можно быстрее сделайте себе 50 друзей. Сразу же расскажу. Как бы это тупо не звучало, не набирайте каких-то там 20 уровней, 15, 35. Оно вам нафиг не надо. Набирайте только 40 уровней. То есть, пользуйтесь силой других людей вначале по максимуму. По максимуму. Это вам выльется в вашу быструю прокачку монстров. Чем быстрее вы пройдете все локации, тем быстрее вы усилите своих монстров, чтобы потом кому-то помогать. И это будет вашим лучшим и верным решением. Поэтому, народ, я думаю, много кому было это видео полезно. Да, наконец-то за почти год своей деятельности на ютубе я создал такое видео по многочисленным просьбам. И уверен, что кто-то досмотрел это видео до конца. Кто что не понял, вы сможете пересмотреть с самого начала. Азы, азы улучшения, прокачки и всего остального я считаю, что я выдал полностью. Я объяснил каждую кнопочку, там все. Если какие-то мелочи где-то забыл, ну, банально уж, извините, люди, вы же тоже не дауны. Вы можете все это прочитать, где-то посмотреть видео, где-то пересмотреть видео, если вы посчитали, что я об этом не поговорил и не рассказал. Да и вообще просто читайте по игре, тыкайте, клацайте там мышкой, где-то делайте свои ошибки, где-то лучше прочтите гайд, послушайте гайд и не делайте эти ошибки. Короче, удачи вам в развитии в этой игре. Если у вас будут какие-то вопросы, жду вас всех обязательно на стриме. На стриме я отвечаю на вопросы онлайн с задержкой, там максимум 15 секунд, но это задержка отвеча, логично. То есть в чате при желании вы сможете зайти, вот вы играете, я играю. Вы зашли, там спросили, там, то ли качать того-то монстра, не качать его. Я вам ответил, либо вкратце, либо как-то там предложил вам альтернативу. Это все реально полезно. Игра стоящая. Я считаю, на данный момент это лучшая игра на платформе телефона, на платформе планшета, тем более на которой можно играть вон с компьютера, если вам это интересно. Мне эта игра заменила все. Я когда-то играл в доту и решил скачать какую-то игру, в которой предлагалось за кристаллы, скачав эту игру, получить кристаллы. Я скачал эту игру и эта игра меня затянула. И вот буквально почти 17 месяцев я уже играю в эту игру. И, честно, ни разу еще не пожалел. Игра затягивает, и с каждым днем у тебя все больше и больше мотивации играть в нее больше и больше. Потому что ты хочешь получить либо новую руну, либо нового монстра, либо там выше подняться в башне и так далее и тому подобное. В игре делать есть каждый день много чего. То есть нет такого какой-то рутины, что ты сидишь и вот думаешь, блин, а что в этой игре сегодня делать? В игре очень много всего. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Рекомендуйте своим друзьям, особенно новичкам. Пускай подписываются на мой канал, если вам не тяжело. Репостните это видео к себе на стену, вконтакте, либо в других социальных сетях. Вам не тяжело, а мне будет приятно. Также подписывайтесь на мой твич канал, в котором проходят мои стримы на данный момент каждый день с понедельника по субботу в 20.00. Время может там корректироваться по-разному и будете в курсе всех моих последующих видео. Кстати, зайдя на мой канал на ютубе, вы всегда можете все по полочкам посмотреть. Там гайды для новичков, там битва гильдии, там, я не знаю, открытие свитков. Все оно расположено по полочкам. И честно, я уже скоро перестану отвечать тем людям, которые, простите меня, ленятся посмотреть на моем ютуб канале видео, а задают вопросы мне в личку. Если вы ленитесь, я точно так же буду отвечать вам в личку. Если у меня есть это видео, простите меня, я вас буду посылать по ссылке на видео. И если вам лень смотреть, то мне лень вам отвечать. Да, то есть я трачу свое время, я трачу очень много времени на съемку этого видео, на создание этого видео. И, как видите, я не делаю каких-то там дубляжей, кучу кадров, я рассказываю все это со своей головы. Этим я искренен. То есть я не читаю что-то где-то с тетрадки, с листочка, как делают это многие обзорщики. Поэтому они где? Правильно, намного ниже в рейтинге, чем я. Вот, искренность притягивает людей. Да, лучше ты где-то скажешь или сделаешь какую-то ошибку, но это зато твоя живая речь. Это то, через что прошел ты. То есть я не рассказываю в этой игре так, что я ничего о ней не знал. Вот, то есть я рассказываю со своего личного опыта, тем более вы видите мой аккаунт. Да, он давным-давно раскачан, могу вам показать этих монстров. Да, вы видите, у меня 38 шестизвездочных монстров на данный момент, скоро я буду переводить еще 3 монстра. Да, чем дальше, тем быстрее вы сможете переводить этих монстров. Поначалу тяжело, да, не скрою. Но, блин, я тоже когда-то начинал. И уверяю, мое начало было очень тяжелое. Очень тяжелое, да. То есть мне катастрофически не везло на монстров. Монстры были плохие, руны точно такие же. Но ничего, захотел, раскачал. Да, и сейчас, знаете, в 1-3 рубинах на арене я разрываю очень многих. И меня это радует. Без даже каких-то топовых монстров и топовых рун. Знаете, честно, это вдохновляет даже так. Поэтому всем спасибо за просмотр этого видео. Если вас интересует консультация отдельная, если вы что-то недопоняли, в скайпе я могу с вами поговорить. Почему бы и нет, обращайтесь ко мне в контакт. Добавляйтесь в контакт, добавляю всех. Всем удачи в раскачке. Качайте правильных монстров и одевайте верные руны. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»